В целом, хотя у них было достаточно подсказок, я вздохнул и взмыл в воздух. Осталось четыре имени, и я закончу. По крайней мере, с теми, кто внедрен в мировой парламент. Предприятие и генерал Денис будут в моем списке последними. Конечно, я бы хотел отправиться в первую очередь туда, но мне нужно как-то показать им, что я заинтересован в их организации, а не в том, что они могли или не могли кого-то захватить. Если Галлия все еще жива, то ее жизнь зависит от того, что эти люди не понимают, что мне нужна только она. Иначе они бы наверняка придумали какую-нибудь дурацкую ситуацию с заложником. А это последнее, чего я хочу добиться. Я дотянулся до замка на ящике рядом с собой и сломал его. Небольшое усиление тела мне в этом помогло. Я выкрал этот ящик с ближайшей военной базы. Было довольно просто войти внутрь и вынести его наружу. У нормальных нет ни единого шанса против моих навыков владения электроникой и магией иллюзией. Это легче, чем забрать конфетку у ребенка. Нет, правда. Дети вцепляются в свои конфетки словно утопающие. Я пытался. Вы не сможете выдернуть чупа-чупс из детских рук так, чтобы он не заметил пропажу. И тогда поднимается крик. Я уверен, что эти парни на военной базе даже не осознали, что одна из их ракетниц пропала. Разумеется, я тщательно изучил их инвентарный список. Ракетница. Это большая модель с четырьмя ракетами. Звучит не очень легко, но с ней можно справиться. Так как уже ночь, то на улице не так много людей. Скрываясь за информационным барьером, я мог спрятаться даже среди бела дня. Но я решил напасть в ночное время, чтобы добавить еще один сомнительный пункт в моей идентификации. Я взял листок с инструкцией, который лежал в коробке и изучил его. Посмотрим безопасность. Выключение. Хэм. Похоже, что эта вещь была разработана для того, чтобы ей пользовались идиоты. Иначе говоря, солдаты. Я прицелился ракетницей в спальню мавинаруса, высокоуровневого политика. Оптический прицел подтвердил, что тот действительно в постели, так что я не стал тратить время и нажал на курок, чтобы выстрелить ракетой. Взрыв нарушил тишину ночи, и я удовлетворенно кивнул. Убийство цели из обычного оружия снизит шанс их понимания в том, что происходит. Было бы здорово, если бы они продолжали думать, что они сражаются против одной из бесчисленных человеческих фракций. Внезапно какой-то человек выпрыгнул сквозь одно из множества окон до мавина. Он спрыгнул в сад, находящийся внизу, и пересек его тремя огромными прыжками. Я свистнул, когда он запрыгнул на фонарь под четырехэтажным пентхаусом, в котором я занял позицию. Следующий прыжок отправил этого энергичного человека в полет вверх, по направлению ко мне. Если бы мой разум не был столь невероятно быстрым, я бы точно был впечатлен увиденной скоростью и физической силой. Нет, давайте поправлюсь. Я был впечатлен. То, что делал этот парень, было за пределами человеческих возможностей. Вот только мозгов ему не хватало. Я слегка повернул ракетницу и прицелился. Кто бы этот человек ни был, он обрек себя на смерть в тот момент, как решил прыгнуть на крышу одним большим прыжком. Я сомневаюсь, что он сможет увернуться от ракетницы в полете, когда он так уверенно прыгнул. Так что сейчас он просто большая цель на предсказуемой баллистической траектории. Я нажал на кнопку, и вторая ракета полетела в путь. Странный человек попытался поймать ее, что ему бы удалось, если бы у меня не было возможности воздействовать на детонатор. Зачем мне было красть простые ракеты, если я мог контролировать умные силы мысли? Взрыв оторвал ему руку и сильно покалечил остальное тело, что еще раз удивило меня. Он довольно хорошо с этим справился. Может, он как раз из того проекта, о котором говорила моя мать. Сайла предупредила меня, что это возможно. До этого момента я не верил, что эта сука будет настолько глупа, и позволит своей работе по усовершенствованию людей попасть в руки правительства Земли. Может быть, это было на ранней стадии проекта. Траектория полета мужчины изменилась из-за взрыва. Он врезался в стену пентхауса и оставил после себя большое красное пятно. Затем он частично сполз, частично свалился на тротуар. Не желая оставлять за собой подобных рискованных ситуаций, я прицелился ракетницей вниз и отправил третью ракету вслед падающему человеку. Закончив с этим, я снова поднял ракетницу и прицелился в статую свободы над домом скончавшегося мистера Мавина. Я сделал это, чтобы оставить заявление этому миру. Пока четвертая и последняя ракета удалялись, я спрыгнул с крыши, подключив свою гравитационную магию, чтобы замедлить падение. Взглянув на землю, я убедился, что тот энергичный человек был разорван на кусочки второй ракеты. Его остатки раскидало по всей дороге. Кричащие люди выбегали из близлежащих домов. Они были идеальным примером тупой толпы, бегающие в панике и не знающие даже куда бежать. Некоторые даже поскальзывались на кусочках внутренностей, которые были разбросаны по улице. Я бросил использованную ракетницу на улицу, чтобы мои противники смогли ее найти. А затем я воспарил в ночное небо. Солнечная система, Земля, Южная Африка, генерал Денис, они убили еще троих наших сподвижников и улучшенных солдат. Они хороши. Совершенно очевидно, что они пытаются повлиять на правительство. Заменив наших людей на ключевых позициях, проинформировал меня один из агентов. У нас остался только министр обороны. Он заскулил, едва понял что происходит. Я взглянул на агента. Это стало совершенно очевидно, чего они добиваются. Едва они убили вторую нашу марионетку. Они даже достали наших людей за кулисами. Ради бога. А что насчет президента? Вы уверены, что утечка не от него? Агент покачал головой. Мы ведем за ним круглосуточное наблюдение. Нет ни единого шанса, что утечка произошла от него. Мы не должны охотиться на шпионов без причины. Три политика были убиты такими способами, что у нас есть возможность предположить допрос. И они наверняка все выложили. Будет умнее сообщить всем нашим оперативникам в Австралии, что прикрытие более небезопасно. Выступил еще один из моих подчиненных. Я стукнул по столу и прошипел, чувствуя, как меня наполняет ярость. Тогда почему они не изваляют нас в грязи публично? Они же спокойно могут закрыть проект, если захотят. Один из исследователей за столом поднял руку. Это лишь означает, что они не хотят прикрыть нас, выведя нас на чистую воду. Либо они хотят захватить нас. Или тут замешана проблема, о которой мы не знаем. Он сузил глаза. Или это группировка, которую мы пока что не брали в расчет. Маги? У них нет ни организации, ни тренировки, чтобы совершить подобное. Может быть, у тех, что на этой планете, но что насчет тех, чей город улетел? Спросил один из людей. В данный момент это не важно. Мы заставим нашего врага раскрыть себя. Переместите все наши оставшиеся активы в Австралию, чтобы прикрыть министра обороны. Солнечная система. Земля. Австралия. Гедеон. Я качался взад и вперед, сидя в кресле качалки роба. Оно было похоже на мое кресло пилота и это каким-то образом меня успокаивало. Старик сидел на своей постели. У него под глазами были темные круги, и выглядел он очень уставшим. Матью Кенбуру. Дэви Трейнер. Закончил он выговаривать длинный список имен, которые я заставил его выучить на зубок. А ты не мог бы перестать спать в моей спальне? Меня раздражает то, что есть кто-то, кого я не вижу. И ты храпишь. Я перестал качаться в кресле. Радуйся, что я спасаю твою глупую тушку. И тренирую тебя таким президентом, которым ты должен быть. И так безопаснее, на случай, если они решат тебя убить. Ни в чем нельзя быть уверенным. Так что завтра утром, сразу после того, как я устрою шоу из убийства министра обороны. Роб прервал меня. Я возьму своих личных охранников, которых ты проверил на преданность, и буду искать людей, которых ты назвал. Сначала я отправлюсь к генералу Рандвику и заставлю его выделить силы, которые способны защитить меня и моих родственников. А затем я пойду и сделаю публичное заявление. Твердые доказательства находятся в сундуке, закопанном под флагом в саду парламента. Могу я теперь лечь спать? Нет. Повтори еще раз именно и подробный план. Я считаю, что завтра нас ждет сильное сопротивление. Я снова начал раскачиваться. Глава 32.1. Эволюция коллектив цивилизованных рас предполагает, что его представители посетили и каталогизировали менее чем 2% звезд Млечного Пути. Галактическая история. Солнечная система. Земля Австралия Гедеон Масиалучини прогулочным шагом вышел из главного здания мирового парламента, словно ничего не боялся. И все же его окружали 10 телохранителей. Моя небольшая череда убийств стала главной темой всех новостных каналов. Они перебирают все теории заговоров. От попытки государственного переворота до войны между секретными агентствами. Мой последний удар должен быть публичным заявлением для всех, следящих за новостями. Я уже сделал некоторые приготовления и проинструктировал Сейлу, чтобы она незаметно помогла мне. Пока я был занят убийством людей и сбором информации, она взламывала все обнаруженные банковские счета и госучреждения, которые были доступны через интернет. Я вздохнул и стал ждать, пока Масиалучини пройдет через всю площадь прямо ко мне. В 10 метрах от меня один из телохранителей поднял руку и остановил всю группу. Я аж забыл, как дышать от удивления. Я уже встречался несколько раз с этим усовершенствованными солдатами. Каким-то образом они могли определить мое присутствие, но они не видели меня. Вероятно, с помощью запаха или шума. Информационный барьер вокруг меня скрывает все идеально. Покажи себя, маг. Закричал Масиал, удивив несколько прохожих рядом с нами. Ты уже повеселился. Теперь наша очередь. Охранники рассредоточились, а Масиал отступил назад, под прикрытие двух своих сторожевых псов. Я сбросил информационный барьер и вышел навстречу ему. Какая досада. А я думал, что смогу порвать твоих ребят на части, на виду у всего мира. Было бы классно, если бы невидимая сила похитила тебя вместе, которое снимается новостями всех мировых каналов. Я развел руки в стороны, словно здороваясь со всем миром. Несколько камер по всей площади записывали эту сцену, отправляя эту информацию прямо в интернет. Сегодня, ваши жестокие генетические эксперименты закончатся, и с вами покончит один из ваших экспериментов. Я. Я покончу с вашими попытками создать генетически усовершенствованных солдат. Признав, что я один из их экспериментов, я могу творить что хочу, отведя внимание от магов. Взять его. Закричал один их телохранители, и трое из них устремились ко мне. Остальные же достали оружие, но я уже был заранее к этому готов. Пули улетали в небо, не причиняя никому вреда. Я защитился, окружив себя гравитационной аномалией. Один из телохранителей вступил в мою личную сферу и взлетел вверх, мгновенно поднявшись на высоту 50 метров. Крик сорвался с его губ, когда он осознал, что произошло. Я дотянулся до двух других людей и создал заклинания силы, притягивающие их друг к другу. Они пытались бороться. Но, раз уж они не маги, то они никак не могли остановить мои действия. Оба они врезались друг в друга с отвратительным звуком ломающихся костей. Четвертый телохранитель вытащил из-под пальто пистолет, который выглядел больше, чем обычный, и прицелился мне в ноги. Это движение было поразительно быстрым, и отдача от такого пистолета заставила дрожать даже руку усиленного солдата. Я попытался увернуться, но мое тело не успело выполнить это задание. Траектория пули изменилась, но этого было недостаточно, потому что ее скорость была слишком высока. Она попал мне в плечо, и я закричал. Боль пронзила мою руку, словно она была оторвана. Если бы не мое защитное заклинание, то она пробила бы меня насквозь. Сила удара была такова, что меня оторвало от земли и вынесло за пределы защитной сферы. Мое собственное заклинание начало поднимать меня вверх, и мне пришлось отменить его. В отличие от моих противников мне не страшно оказаться в воздухе, но мне сейчас нежелательно взлетать слишком высоко. Я почувствовал, как другие пули попадают в мой щит, но они были недостаточно большого калибра, чтобы пробить его. Если они продолжат так стрелять, то мне придется поискать другой источник энергии, нежели мое тело. До сих пор я мог справляться с затратами сил, но эта возня заняла у меня больше времени, чем я предполагал. Я попытался подлечиться, когда что-то ударило меня в грудь. Это был солдат, который стрелял в меня из тяжелой артиллерии. Он прыгнул вслед за мной. Он снова выстрелил из пистолета. В этот раз он выстрелил в упор мне в левое бедро. Я поморщился, когда пуля прошла прямо сквозь кость, но это не вывело меня из борьбы. Он поднял руку и прицелился из пистолета мне в лицо. Я поймал ствол и направил через него электрическую энергию. Его тело задергалось, и его рот открылся в беззвучном крике. Мне было все равно, я лишь смотрел, как обугливается его рука. Пистолет выглядел довольно интересно, поэтому я выдернул его из сжатых пальцев солдата и толкнул того в сторону земли. У пистолета был большой магазин, и он выглядел словно десерт ягле из игры Цаунтерстрики. Я снял его с предохранителя и прицелился в мася. Стоящие на земле люди смотрели на меня недоумевающим взглядом. Вероятно, они никогда раньше не видели настоящего мага. Все, за кем они раньше охотились, были просто младшими магами без достойного образования, которые оставались на земле. Сомневаюсь, что у кого-то из них была такая же тренировка, как у меня. Пистолет рявкнул, и отдача едва не выбила его из моей руки. Боль отдалась в моем раненом плече, и я вознес хвалу магии усиления тела, которой я научился. Я к ней не предрасположен, но она очень полезная. А огромное потребление энергии на это заклинание можно восполнить с помощью других источников энергии. Увеличенная пуля взорвала голову мася, словно воздушный шарик, оставив лишь нижнюю челюсть. В этот момент остальные телохранители осознали, что их пистолеты слишком маленького калибра, чтобы навредить мне. Они развернулись и попытались сбежать, но я подстрелил их без колебания. Затем что-то схватило меня за ногу и развернуло, словно игрушку. Уголком глаза я разглядел, что тот противник, которого я зарядил электрошоком, уже снова на ногах. Да что же он такое? Он явно сильнее и быстрее остальных. Он швырнул меня, и я пролетел всю площадь, прежде чем врезаться в один из местных ресторанов. Люди, ищущие защиты, закричали и поспешили убежать. Обломки ресторана посыпались на меня, пока я пытался разобраться в ситуации. Я хотел устроить демонстрацию силы, но этот ублюдок просто превзошел меня благодаря своей скорости. Мои способности не будут иметь большого значения, если мое тело не сможет реагировать вовремя. Меня побил один из их солдат, так что это вряд ли можно назвать уроком. Но я уже достиг своей цели, так что нужно переходить к финалу. Плачущая официантка вжималась в стену справа от меня. В руках у нее была бутылка дорогого вина. Как раз то, что мне сейчас нужно, я взял у нее бутылку и вытащил пробку, пока ковылял к выходу из ресторана. Вообще-то я не люблю алкоголь, но он расслабляет меня и возводит некоторые психологические барьеры, если я с этим не переборщу. Я узнал это, когда был еще ребенком и меня похитили. Сделав большой глоток, я бросил бутылку и сфокусировался на человеке, что приближался ко мне. Он выглядел злым и в этот раз поднимал обычный пистолет. Очевидно, он взял его у своих товарищей. Едва он начал стрелять, как над парламентом появился вертолет, и три больших автомобиля вломились на площадь, сметая на свое пути все ограждения. Визжа покрышками, они остановились и из них стали выпрыгивать войска. В этот раз они выглядели как настоящие солдаты. И тогда мой взгляд упал на большой силовой кабель, через который ресторан был подключен к городской электросити. Этот бой отнял у меня гораздо больше ресурсов, чем я ожидал, а благодаря этому я смогу подзарядиться. Почему бы и нет? Это не сильно отличается от того, когда я использовал топливные реакторы корабля, чтобы усилить заклинания. Между мной и этой энергией было всего лишь несколько предохранителей. Но они не нужны, если ты знаешь, что делаешь. Я уже ранее использовал электроэнергию, чтобы подзарядиться и едва ли это наполнило мои внутренние ресурсы до предела. Пули рикошетом отскакивали от моего щита, когда я поднял обе руки. Что ж, посмотрим кто сильнее. Я создал заклинание силы на кабеле, который соединял ресторан с основной линией электропередач. Она проходила по главной улице и снабжала электроэнергией зданий парламента. Большой и тяжелый кабель порвал крепление и прыгнул в мои руки. Энергия проникла в мои вены, и я почувствовал, как мое тело исцеляется, когда направил дополнительную энергию в исцеляющую магию. Мой взгляд метнулся в сторону вертолета, когда его миниган нацелился на меня. Я с легкостью взломал это автоматическое устройство. Автомобилями невозможно так управлять, но военный вертолет был просто напичкан компьютерной техникой. Пилот закричал, когда его аппарат внезапно отклонился с курса и разрядил все свои орудия в приближающихся ко мне солдат, попутно взорвав все три автомобиля. А затем я разбил вертолет об оставшихся солдат. Я вытянул еще немного энергии из городской сети, словно использовал энергию топливных реакторов корабля для создания заклинания. Одна из вспышек ударила того потрепанного охранника, который доставил мне столько проблем. В этот раз заряд был настолько большим, что зажарил его до хруста. Кабель засветился и начал плавиться, когда я направил энергию в последнее заклинание. Быстрый поиск одного из спутников в небе, чтобы получить координаты ГПС. Глава 32.2. Эволюция. Солнечная система. Земля. Южная Африка. Генерал Денис. Я все еще ошалело смотрел на экран, где вещал канал 1. Там велись жестокие допросы некоторых политиков, что поддерживали нас. На другом канале Мася Лучини был только что жестоко застрелен. Прекратите эфиры. И мне плевать, что для этого придется сделать. Хоть сбивайте стратегической ракетой спутники телеканалов. Мы не можем их остановить. Это по всему миру. Кто-то взял над ними контроль. Везде. Мои подчиненные колотили по клавиатурам. Внезапно земля под нами задрожала. Мы потеряли связь с поверхностью. Я оттолкнул человека перед камерами и щелкнул выключателем, который перезагрузил сеть. Это активировало некоторые старые схемы безопасности, которые не привязаны к компьютерам. Экран оставался черным. Поэтому я начал переключаться между камерами, пока не дошел до той, которая снимала базу с холма. В нескольких сотнях метрах от нас на экране была лишь пустая поверхность на том месте, где была наша база. А в центре этого был лишь кратер. Я продолжил переключаться между камерами, пока не дошел до той, которая показывала вход в подземные сооружения. Тот же самый человек, что секунду назад был в Австралии, сейчас стоял перед входом. Его глаза светились голубым, и электрические вспышки бегали по его телу, словно он чертов плазменный шар. Затем дверь открылась, и он вошел в лифт. Кто-кто впустил его? Закричал я и обернулся, чтобы посмотреть на стоящих позади меня людей. Техник на другом конце комнаты покачал головой. Все здание заблокировано. Мы даже не можем сбежать из этой комнаты. Сбежать? Освободите эксперименты. Отправьте охранников к лифту. Мне плевать как. Вызовите подмогу солнечная система, земля, Южная Африка, Гедеон. Я насвистывал мелодию из фильма «Однажды на диком западе», ожидая, пока лифт опустится на нижний этаж. Ты готова, Сайла? Конечно. Но помни, с тебя должок за это. Последние семь дней я только и занималась взломом компьютеров. Хоть компьютерные системы земли и легки в проникновении, это все равно занимает немало времени, чтобы сделать все в таком масштабе. Ответил мне ее голос в наушнике. Окей, я обещаю тебе настоящее свидание, когда увидимся. Я посмотрю несколько романтических фильмов и научусь, как это правильно делать. Даже выучу несколько приемов пикапа. Что думаешь? Спросил я. Один, просто постарайся выжить и не давай мне ложных надежд. Я уже была в твоей голове, если ты не забыл. Она отключилась и оставила меня одного. Трудно совмещать работу и отношения. Хотя я бы хотел как можно скорее снова встретиться с Сайлой. Она взломала для меня эту лабораторию. Пока я был занят уборкой грязи во дворе роба, я заметил, что уже почти прибыл в пункт назначения и проверил оружие, которое я добыл у суперсолдата. Вот уж опасная штука, но у нее классный дизайн и мне всегда нравилось нервировать людей в игре Цаунтерстрики. По крайней мере, до тех пор, пока меня не забонили за жульничество, дверь открылась, и я встал на колени. Солнечная система, земля, Южная Африка, охранник, огонь. Мы все начали стрелять и превратили лифт в швейцарский сыр. Через несколько секунд сержант поднял руку и просигналил нам остановиться, внутри никого не было. Я вытянул шею, чтобы выглянуть из-за угла. И у меня возникло нехорошее ощущение, а затем кто-то появился в верхнем правом углу двери лифта, сметая своим пистолетом восьмерых моих товарищей и сержанта. Девять выстрелов раздались словно один, пока я поднимал свое ружье в сторону неожиданной цели. Мои глаза широко распахнулись, когда я осознал, что ствол пистолета направлен мне в лоб. Солнечная система, земля, Южная Африка, Гидеон Бум. Ха. Это оказалось легче, чем я думал. В игре Цаунтерстрики требуется два выстрела в противника со шлемом. Если держать ягли двумя руками, то стрелять легче и прицеливаться проще. Я вышел из лифта и прошел по потолку, перезаряжая пистолет. В обойме 20 патронов, но я бы хотел иметь больше зарядов в случае столкновения с чем-то неожиданным. Так, дайте-ка подумать. Кажется, камеры должны быть слева. Я повернул в левый коридор, размышляя, жульничество ли использовать гравитационную магию, чтобы ходить по потолку. Когда я начал атаку на лабораторию, я заблокировал ее. Это значило, что все двери заперты, поэтому у лифта было такое слабое сопротивление. Но это же и означало, что возле каждой двери мне нужно активировать перегрузку и открывать их вручную. За третьей дверью я наткнулся на группу из пяти ученых. Что-то в их глазах мне не понравилось, и я казнил их без предупреждения заклинанием молнии. В этот момент нечеловеческий вой раздался позади меня, отчего я на мгновение замер. А затем я развернулся лицом к тому, что было позади меня. Это же Халк. Изумился я, увидев нечто, сбежавшее из плохого фильма. Окей, это не Халк, но только потому, что он не зеленый, но очень похож. Словно кто-то взял двух мускулистых бодибилдеров на стероидах и смешал их, чтобы получить одного. И тогда это рвануло ко мне, но в этот раз я решил сжульничать. Я создал сильное электромагнитное поле вдоль ствола пистолета и нажал на курок, превратив его в рельсовую пушку. Пуля попала существу в грудь и пробила дыру размером в кулак, но это не остановило существо. У меня не оставалось иного выбора, кроме как расширить гравитационное поле вокруг меня. Монстр грохнулся головой в потолок, что для меня сейчас был полом. Я постепенно увеличивал гравитацию, но это существо все еще пыталось встать на ноги. Я увеличил гравитацию в 10 раз, пока оно не оказалось прижатым к потолку. Хотя я все еще видел, как его мышцы ходили буграми под кожей, пытаясь оторвать тело от земли. Внезапно весь коридор начал ходить ходуном, поэтому я поспешил повторить номер с головой и убрал гравитацию для этого существа. Кто бы не управлял экспериментами в этой лаборатории, он еще более больной на голову, чем моя мать. Надеюсь, это было записано на камеру, ибо я сейчас на коне, пока заряжен на полную катушку, благодаря тому проводу. Возможно, так себя чувствуют люди под кайфом. Повернув за очередной угол, я пришел к камерам заключения и открыл автоматические двери камер. Люди начали выходить, но я нигде не видел Галлию. Эй, вы. Тут недавно была девушка со светлыми волосами. Где она? Я ткнул пальцем в первого попавшегося человека, который смотрел на меня словно на восьмое чудо света. В последней камере. Они закатили ее, лежащую на постели. Откликнулся один из освобожденных людей. Я спрыгнул на землю и поспешил к последней камере, где и нашел Галлию. Гедеон. Закричала она, увидев меня. Что они с тобой сделали? Спросил я, срывая удерживающие ее ремни и вынимая иглы из рук. Они монстры, Гедеон. Они брали у меня образцы и обращались со мной словно с лабораторной крысой. Она начала рыдать. Я прикоснулся к ее лбу и создал лечебное заклинание. Ты можешь идти? Кажется, моя спина сломана. Ответила она между всхлипываниями. Я просто так рада, что кто-то пришел. Я зарычал, чувствуя, как что-то поднимается из глубины меня. Затем я наложил на нее гравитационное заклинание, чтобы уменьшить ее вес и взял на руки. Мы отправляемся домой. Как только я вышел из камеры, я отправился туда, откуда пришел, попутно сообщив другим заключенным. Это здание будет уничтожено через несколько минут. Кто не хочет тут оставаться, следуйте за мной. Твои новые глаза выглядят круто. Ты решил пойти по стопам бабушки? Галлия с трудом произносила слова, несмотря на боль. Я, честно говоря, не понимаю, о чем ты говоришь, я пошел быстрее и около 30 заключенных последовали за мной. Те, кто был посильнее, несли раненых. Все они были ослаблены, поэтому я шел не так быстро, как хотел бы. Перед одной из дверей Галлия схватила меня за руку. За этой дверью их лаборатории. Пожалуйста, убедись, что все уничтожено. Я приказал двери открыться и заглянул. Внутри огромной лаборатории было несколько компьютеров, а в центре комнаты были голограммы с двинка. Одна с двумя спиралями, а вторая с тремя. В глубине комнаты был еще экран с четырьмя спиралями. Они нашли быстрый способ проверять наши мутировавшие ДНК, по сравнению с их нормальной двойной спиралью. Вот как они выяснили, что я маг. Галлия кивнула в сторону стола с роботизированными руками и иглами. Женщина в белом плаще пряталась за ним. Одной простой мыслью я поднял женщину на ноги и силой опрокинул на стол. Этого оказалось достаточно, чтобы медицинское оборудование начало работать. Я отправил силовую волну через лабораторию, чтобы стереть всю информацию с компьютеров. Не оглядываясь, я вышел. В то время как ученая превращалась в мутанта благодаря механическому столу. Оставшуюся часть пути на поверхности мы не встречали никакого сопротивления, потому как весь персонал здания был заперт за дверями на поверхности. Нас уже поджидал скрытый шаттл. Я запросил его из штаб-квартиры магов, чтобы поскорее сбежать. Я направился внутрь и подождал, пока остальные заключенные взошли на борт. Это была просто длинная коробка с гравитационными схемами и кабиной пилота, но это все, что мне было нужно. Когда последний человек оказался внутри, я закрыл дверь и приказал шаттлу отправляться в штаб. После минуты полета на полной скорости я подключился к системе связи шаттла. Активировать падение неба Солнечная система, Земля, Южная Африка Генерал Денис Явытер под солба и вздохнул с облегчением. Этот монстр ушел и даже не позаботился о том, чтобы выследить нас, хотя он спокойно мог зачистить все здание, комнату за комнатой. И наше подкрепление уже почти на месте отстойно, что мы потеряли все объекты для исследований. Этот инцидент отбросил нас на годы назад. Внезапно большой экран в командной комнате активировался, и показалось знакомое лицо. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Привет, генерал Денис и все остальные. У меня для вас сообщение. Все ваши банковские счета и финансовые покровители со своими счетами стерты. Не то чтобы вам нужны были деньги, так что я распределил их по системам обучения, промышленности и общественности. И второй астероид направляется в вашу сторону. Первый предназначен лишь для того, чтобы стереть с поверхности любое сопротивление. Второй же, размером с автобус, его должно хватить, чтобы расплющить вашу базу и разнести все ваши подземелья. Так что прощайте. Астероид должен прибыть уже. Сейчас один. Примред. Пикап. Это запоминающиеся знакомства. Красивые соблазнения и, зачастую, выстраивание гармоничных долгосрочных отношений. Глава 33. Свидание 674-4011. Быстрый крейсер Таллоган отбыл. Пункт назначения. Запретный сектор. Галактическая история. Солнечная система. Эфир Милан. Мы с мужем вошли в больничную палату, где я обнаружила Гедеона и Галлию, лежащих на постелях. Комната была достаточно большой для двух человек. Возле стены был стол с четырьмя стульями для посетителей и над ними был большой телеэкран. Они смотрели один из старых фильмов Гедеона. Прошла уже пара дней, с тех пор как он вытащил ее и целую кучу диких магов из адской дыры на земле. Все каналы новостей сошли с ума, спрашивая, кто дал санкции на такую операцию. Бомбить землю астероидами – это серьезное нарушение наших правил, как ни крути. Как ни странно, старейшины хранили тишину относительно действий Гедеона. Они пошли даже дальше, скрыв его причастность к этому, размыв его лицо на фотографиях. Бабушка Галлия помахала нам с уставшей улыбкой. Гедеон просто улыбнулся и кивнул, вернувшись к просмотру фильма. Как ты? Доктора уже провели диагностику? Спросила я, взяв ее за руку. Галлия кивнула и улыбнулась. Они думают, что смогут починить мою спину. Приятно слышать. А что насчет остальных? Я погладила ее волосы. Она тряхнула головой. Большинство из них в порядке, в физическом плане, но психологически все гораздо хуже. Докторам даже пришлось стереть воспоминания пятерым из них, так как они были в заключении дольше всех. Я попыталась улыбнуться. Ты же знаешь, что всегда можешь прийти ко мне, если захочешь поговорить об этом. Может, позже, ответила она. Я обратила внимание на Гедеона. А теперь ты. Нам нужно поговорить. Я взяла один из стульев и села рядом с ним. Не волнуйся, он пожал плечами. Я даже не знаю, зачем я тут. Я никогда не чувствовал себя лучше за всю свою жизнь. Эти доктора слишком остро реагируют на некоторые небольшие изменения. Я улыбнулась и притянула его к себе, чтобы обнять. Спасибо тебе, что спас Галлию. Но в следующий раз, когда ты решишь убежать без объяснений, хотя бы скажи, что ты планируешь делать. И я отпустила его. И не воспринимай магические мутации так беззаботно, я зажала его голову руками и посмотрела ему в глаза. Когда он вернулся с Галлией, его глаза выглядели как фонарики. По крайней мере, они вернулись обратно к своему прежнему виду, после того, как излишек энергии вышел из его тела. Радужка глаза, как и остальная часть глаза, вернулись к своему нормальному цвету, но в его зрачках мелькало голубое сияние, тогда как они должны быть черными. То, что отличает магов от нормальных, это наша мутировавшая и высокоадаптивная длинка. Если наши тела подвергаются стрессу, то они изменяют свою генетическую структуру, чтобы гарантировать выживание. Иногда это происходит в довольно резкой манере, которая не всегда приятная или желательная для индивидов, которые заперты в таком теле. Я вздохнула. Я просто рада, что у тебя на лбу не выросли молнии от воды. Эй, Хидион потянулся к рогам на своем лбу. Я тебе уже говорил, что это не молнии от воды. Я закатила глаза и проигнорировала его. И еще кое-что. Ты забыл рассказать мне о своем небольшом приключении, Гидион. Гидион поднял бровь. Разве я не отправлял тебе письма постоянно? Я облизнула губы. Я не совсем уверена, можно ли эти однострочки, которые едва можно назвать связным предложением, классифицировать как письма. Ох, прости, было столько работы. Признаю, что был немного ленив. И когда я вернулся домой, то у меня нашлись другие дела, нежели добавлять вам горестей. Он начал рассказывать приключенческую сказку о том, как нашел свой исток и был отправлен с миссией на планету за сто световых лет отсюда. У меня перехватило дыхание от того, что ссадина с ним сделала. Когда он закончил, я просто сидела в самом величайшем шоке, какой я когда-либо получала в жизни. Никогда не думала, что захочу убить кого-нибудь из своей плоти и крови. Хорошо, что она даже не посмела пойти с нами на контакт. Выражение лица Гедеона потемнело. И тогда я осознала, что только что сказала. Конечно же, я не имею в виду тебя. Ты же, как сын для нас. Я взяла его за руку и сжала ее, чтобы убедить его. В этот момент дверь открывалась и ссадин вошла в комнату. Давайте веселиться. Она размахивала двумя бутылками, которые с виду были очень дорогими, но замерла, увидев нас. Почему вы выглядите так, словно у вас на глазах кто-то умер? Разве мы только что не вернулись сестру к жизни? Я рассмеялась и жестом пригласила ссадин сесть. Ничего важного. Это подождет. Давайте просто радоваться, что мы вместе. Им-им-им. Окей. Раз уж ты говоришь, что нет проблем, ее взгляд упал на экран с фильмом Гедеона. Это не похоже ни те фильмы, что Гедеон обычно смотрит. И я совершенно уверена, что это не одна из его игр. И тогда я впервые обратила внимание на фильм. Обычно я не особо интересуюсь его странным хобби, но кино и правда выглядит необычным. Там не было взрывов оружия и странных технологий. Просто мужчина и женщина флиртуют друг с другом. Да уж, увольте меня, пожалуйста. Он смотрит эти душесчипательные романтические истории. С тех пор, как мы попали в эту комнату, Галлия начала жаловаться и подняла руку, показывая два пальца. Два дня. Вы можете себе представить? Обычно я не против плохих романтических историй, но это уже слишком. Если он не прекратит, то я встану и выйду отсюда без лечения. Ты не можешь ходить, сказал Гедеон очевидную вещь. А мне нужен кто-то, кто объяснит, почему они делают эти странные вещи. Его взгляд вернулся к фильму. Зачем они кормят друг друга? Они же взрослые. Они что, не могут есть сами? Только маленьких деток приходится кормить. На его лице появилось отвращение. Я тебе это уже объясняла. Прислушался бы хоть раз. Это предполагает романтику и показывает привязанность. Вот почему они это делают. Галлия помахала кулаком. Бабуля. Вытащи его отсюда, иначе я его задушу. Я знаю, что он спас мою жизнь, но прошлой ночью я спала всего 4 часа. Ты не заболел, Гедеон? Это совсем не похоже на твое обычное поведение, быть заинтересованным в этом жанре. Спросила я, подумав, что когда он взялся за силовой кабель, это сожгло что-то важное в его голове. Не, Гедеон отрицательно махнул рукой. Я просто учусь. Учишься? Спросила я без какого-либо выражения. Для свидания. Взгляд Гедеона продолжал упираться в экран. Свидание? Я знаю, что нечестно будет задушить его прямо сейчас. Но если он продолжит это поведение, когда мне приходится клещами вытаскивать из него кусочки информации, то я его убью. Я просто его убью. Да, с моим вторым пилотом. Мы договорились встретиться на этой неделе. Моим заданием было назначить место, ответил Гедеон, не обращая внимания на сгустившуюся атмосферу в комнате. Я заставила себя улыбнуться. Не может быть, чтобы Гедеон оказался геем. Не может быть. Я не могла так сильно просчитаться в своем обучении. Сначала мне совершенно не удалось выполнить свои обязанности ссадиной, а теперь я сделала это и с другим ребенком. Ты идешь на свидание с парнем? Когда это я сказал, что Сайла, парень? На лице Гедеона появилась растерянность, но внимание осталось на экране. Я сделала глубокий вдох и протяжно вздохнула. Его второй пилот, девушка. Нет. Просто я предположила, что твой второй пилот, парень, потому что ты умудрился рассказать всю свою историю, называя ее только второй пилот. Я так сделал? Гедеон нахмурил лоб, копаясь в воспоминания о том, какие слова он употреблял. Но, в итоге, просто сдался и снова уставился в экран. Вот уж хватит с меня этого. Я подключилась к сети госпиталя, нашла видеоэкран в этой комнате и насильно выключила его. Эй. Наконец-то Гедеон обратил свое внимание на нас. Видимо, мое выражение лица выдало меня. Взглянув на меня, он дернулся назад и поставил между нами подушку в качестве защиты. Не то чтобы мне когда-либо приходилось бить его, но прямо сейчас мне очень хотелось. Я взяла его руку и начала похлопывать ее. Медленно, нежно. Если я правильно тебя поняла, то твой второй пилот, с которой ты делил ту маленькую кабину. Женщина. Вы были вместе целых два месяца, и она все еще хочет сходить с тобой на свидание? Либо она где-то ударилась головой, либо эти двое родственные души. Твои отношения с этой девушкой дошли до того, что ты ведешь ее на свидание. На настоящее свидание? Я же не ослышалась и не ошиблась. Гедеон медленно кивнул, словно осознав, что он сейчас идет по минному полю. Его ответ прозвучал в вопросительном тоне. Да. И очевидно, что ты достаточно беспокоишься об этом человеке, чтобы спланировать это ваше свидание. Спросила я, все еще похлопывая его по руке. Он кивнул еще раз. Мой допрос продолжился. И ты делаешь это, просматривая все эти романтические фильмы? Запоминаешь фразы отмороженных авторов? Указала я на экран. Нехорошо? Спросил он. Я покачала головой. Вероятно, ты скажешь какую-нибудь неподходящую фразу во время важной части вашего разговора. Выведешь ее из себя или, как минимум, заставишь ее чувствовать себя дискомфортно. Нехорошо. Подтвердил он с кислым лицом. Позволь мне помочь тебе спланировать свидание. Я вытянула его из кровати. Постой. Доктора сказали, что мне нужно остаться тут до завтра. Выпалил он. Ты выписан, решила я. Солнечная система. Эфир садин я наблюдала за тем, как бабуля вытаскивает дурака из комнаты. Гидеон и девушка. Это вообще возможно? Галлия нагнулась и выкрутила бутылку венерианского бурбона из моих вялых пальцев. Надеюсь, что это алкоголь. Я самая старшая из нас и все равно единственная без отношений. Даже этот тупой болван оказался быстрее меня. Лучше бы я умерла на этой грязной планете. Секундой позже дедушка Хидеон и я пытались изо всех сил остановить Галлию от распития целой бутылки за один присест. Солнечная система. Эфир сайла. Это было очень мило. Прокомментировала я, еще раз осматриваясь вокруг. Кажется, Гидеон пригласил меня в один из самых дорогих ресторанов на эфире. И дал мне ожерелье с лечебным контуром. Он сделал его сам, так что он не просто раскидывался деньгами ради этого подарка. Полагаю, что он действительно старается. Мой взгляд прошелся по его аккуратному черному пиджаку в сторону его улыбающихся глаз. К счастью, он предупредил меня о районе, так что я смогла надеть подходящее платье. В конце концов, я выбрала узкое черное платье, которое лишь немного показывало ноги. Он даже не упустил случая сделать комплимент моему внешнему виду. Что странно, это не то, чего я от него ожидала. Ну, то есть, я предполагала, что он будет стараться изо всех сил, но я ожидала больше ошибок, которые могут испортить настроение. Этот вечер проходит на удивление хорошо. Спасибо. Он улыбнулся и подлил мне в чашку апельсинового сока. Так как прошла твоя неделя на Марсе, о, довольно напряженно, благодаря тебе. Мне пришлось постараться изо всех сил, чтобы переубедить свою семью и друзей в том, что у меня нет психологической травмы. Они предположили, что я пытаюсь утопить себя в работе. Сразу после своего возвращения, я лучезарно улыбнулась ему, чтобы убедиться, что он понял намек. И сколько это все стоило. Он пожал плечами. Гроши. Если бы кто-нибудь другой сказал это, я бы засомневалась в его вменяемости. Но Гедеон владеет самым прибыльным патентом в солнечной системе. Для него посещать такой ресторан действительно дешево. Ясно, он отпил свой сок и улыбнулся. Что ты думаешь насчет прогулки? Конечно, мы уже совершили обзорную экскурсию по эфиру и посмотрели кино. Это довольно странно, но оно было неплохое. Хотя, похоже, оно было не по вкусу Гедеону. Я опустошила чашку и взяла предложенную мне руку. Он расплатился и повел меня к выходу. Затем я позволила Гедеону вывести меня из ресторана и повести по улице. Некоторое время мы шли молча, держась за руки. А мне приходилось бороться с пошлыми мыслями, которые приходили мне в голову. Я ничего не могла с этим поделать. Мы уже две недели не виделись. Я взяла его ладони, переплела его пальцы со своими. Так и что дальше? Снимем комнату? Гедеон улыбнулся и завел меня за угол. У меня уже есть комната, хотя я хотел бы тебя кое-кому представить. Представить? Переспросила я озадачена и осознала, что мы подходим к какому-то особняку. Да. Я хочу представить тебя своей семье. Не волнуйся, они уже знают про тебя. Он потянул меня в сторону лестницы, которая вела ко входу в особняк. Я чуть не споткнулась, потому что в голове не осталось мыслей. П-п-пагоди. Это так внезапно. Ты хоть понимаешь, что вся эта затея со знакомством с семьей равнозначна заключению контракта? Как только мы это сделаем, мы официально будем парой. Да. Это я понял еще из объяснений бабушки. Разве ты не хочешь оформить все официально? Спросил он, открывая дверь. В моей голове звенела пустота. Нет. М-да. Просто это так внезапно, хотя свидание было великолепным. Не-е-е-ет, постой. Теперь я поняла. Тебе помогли. Ты предупредил бабушку заранее. Это проблема? Спросил он, закрывая за собой дверь с таким видным, что стало ясно. Мы уже вступили на путь, с которого нет пути назад. Вот черт. Или великолепно. Я не уверена насчет того, как я должна себя чувствовать от такой подставы. То, что он перешел в наступление хотя бы раз, было очень приятно. С одной стороны, я уверена, что он не стал был этого делать, если бы я была просто партнером для секса. С другой стороны, он ведет себя сегодня довольно агрессивно. Раз уж я внутри дома, полагаю, что у меня нет иного выбора, кроме как встретиться с его семьей. Глава 34. Родители 04-48 обнаружен корабль на маршруте из Кауса-Устралис в Нэш. Классификация. Неизвестно. Квантовая разведывательная сеть Солнечная система. Эфир Гедеон это же допрос. И ты совсем не помогаешь. Вспыхнула в моем разуме мысль Сайлы. Она подключилась ко мне телепатически, когда моя бабушка начала задавать ей вопросы. Вообще-то это грубо, пользоваться телепатией при других людях, ответил я мысленно. Я знаю, но это ты затащил меня в эту неловкую ситуацию. Это твоя вина. Она мысленно кричала в моей голове, в то время как продолжала мило выглядеть снаружи. У тебя все отлично получается. Мои родители просто пытаются узнать тебя. Может быть они немного навязчивы, но моя семья всегда была немного дерзкой, ответил я. Вся моя семья собралась в гостиной. Мы с Сайлой сидели рядом друг с другом на диване. Мои родители, тетя и дядя сидели напротив нас на стульях. Ассадин сидела на лавочке слева от нас. Галлия тоже была тут. Ее выписали пару дней назад, но она все еще была в инвалидном кресле и должна была ежедневно посещать больницу для лечения. И как тебе секс? Спросил Хидион, отчего бабушка закатила глаза. Это уже даже не дерзко. Сайла подвинулась ближе и обхватила меня рукой, продолжая улыбаться. Он хорош. Основная причина того, что мы вместе, это сексуальное влечение. Вообще-то я надеялась, что он отведет меня в отель и сделает то, ради чего было это свидание. И все же ты бьешь в ответ тем же оружием. Прокомментировал я ее ответ. Это так мило, что вы нашли друг друга. Они очень хорошо подходят друг другу. Ты тоже так считаешь, Хидион? Милан спросила дедушку, который кивнул и снова посмотрел на нас. А как вы познакомились? Гидион был довольно молчалив об этой части истории, спросила она. Вот теперь они попались. Вспыхнула в моем разуме мысль Сайлы. Нет, ты не используешь эту информацию против моего бедного дедуш, но было уже слишком поздно, потому что Сайла начала рассказывать. По правде говоря, впервые мы встретились в свингер-клубе для одиночек, которые ищут немного веселья. Ответила она, окончательно решая судьбу Хидиона. Выражение лица бабушки стало сердитым, и ее взгляд метнулся ко мне. Гидион, я бы никогда не подумала. Прости, дедуля. Но на кону моя репутация в семье. Я бы ни за что там не оказался, если бы Хидион не порекомендовал один из своих любимых ресторанов. Внезапно голова дедушки качнулась в сторону, и он упал на пол без сознания. Она его ударила. Я ничего не видел. Неужели она такая быстрая? Клянусь, я и не подозревал, что она так может. Грозный противник. Мне лучше быть на ее стороне. Через пару секунд ошеломленной тишины Мелан хлопнула в ладоши. Похоже, что мой дорогой муж утомился. Почему бы тебе не остаться на ночь, Сайла? У каждого есть свой собственный этаж. Так что не нужно снимать отель. Она повернулась к Аренду, взгляд которого был прикован к его тестью на полу. Будь так добр, помоги мне отнести его в наши комнаты. Арен с энтузиазмом закивал и поднял Хидиона, чтобы вынести его из комнаты, следуя за Мелан. Рианнан тоже встала и отступила. Я, правда, надеюсь, что у вас все получится. Садин встала и обняла Сайлу. Мне нравится, как ты осадила этих назойливых людей. Ты вписываешься в нашу семью. Сайла выглядела встревожена. Спасибо, хотя я не совсем уверена, что это был комплимент. Это он. Садин повернулась к Галлии. Я помогу тебе добраться до комнаты, а потом вернусь к полу домой. Галлия показала мне палец вверх. Я тоже думаю, что вы подходите друг к другу. Надеюсь, я стану подружкой невесты. Слишком рано, сказала Сайла, зайкаясь. Когда сестры вышли, я повернулся к Сайле и взял ее за руку. Видишь, это было не так уж и плохо. Они, правда, милые люди. Твоя семья очень, как бы так выразиться, небрежная. Но мне это почему-то нравится. Я слово почувствовала себя дома. Она начала тереть переносицу. Мои собственные родственники больше фокусируются на политической выгоде и статусе. Они считают себя чем-то вроде аристократией. И это тебя совсем не устраивает? Спросил я, пока вел ее вверх по лестнице в свою часть особняка. Да, меня, пожалуй, можно назвать чудаком и бунтарем в семье. Вот почему я попросила свою мать дать мне стартовый капитал и пошла своим путем. Мой отец ни за что бы этого не позволил. Это не значит, что я с ними в плохих отношениях, но мне очень сложно находиться с ними рядом на протяжении длительного времени. Хайм и мым, мы пришли на мой этаж, и я повел Сейлу в свою спальню. И постой. Разве у меня не должно быть своей комнаты, раз уж я тут? Спросила она ошарашена. Я уже не мог сдерживаться и обнял ее. Зачем? Разве ты не говорила сама, что ожидала чего-то особенного после свидания? Но твоя семья дома. Что если они нас услышат? Тут же нет камер, правда? Она стала разглядывать стены. Это довольно беспокойная мысль, признал я, продолжая ласкать ее. Но прямо сейчас в моей голове нечто иное. Ты знала, что я спал больше недели в кресле, рядом с президентом земли? Я это уже поняла. Но это не способствует правильному настрою. Ответила она и замерла, когда я начал целовать ее шею, одновременно используя руки, как было показано на видео. Когда я открыл ей свой разум, ее колени подогнулись, из губ сорвался вздох. Я воспользовался шансом и подтолкнул ее к постели. Где ты этому научился? Я изучал. Изучал что? Грязные фильмы, очевидно же. Это жульничество. Жульничество это то, что я знаю, как тебе больше нравится. Ах, это работает в обе стороны. Час спустя мы лежали в объятиях друг друга. Я чувствовал себя очень расслабленным. Ты знаешь, что я не мог спокойно спать без тебя. Я тоже, признала она. Но то, что ты сегодня сделал, требует мести. Ты знал? Мести? Спросил я ошарашенно. Надеюсь, она не слишком злится на небольшой заговор со стороны бабушки. Я пошел на поводу энтузиазма Милан только потому, что и сам хотел представить Сайлу семье. Сайла перекатилась на меня и потянула за щеку. Тебе придется пройти через такое же суровое испытание. Через два дня мы отправимся на Марс, и там ты встретишься с моими родителями. Я фыркнул. Полагаю, что ты уже знаешь, как представить меня. Да, мы начнем с того, что ты пилотос. Это ведь не ложь, и это взбесит моего отца. А когда он поведет себя как ублюдок, мы откроем тот факт, что у тебя больше денег, чем даже у него. Просто чтобы унизить его, она начала хихикать. Это научит его скромности. И все, что тебе нужно делать, Гидеон, это быть собой. Поскольку я делил Сайла эмоции, то тоже начал улыбаться. Сайла в глубине души, ты само зло. Солнечная система, Земля Австралии. Роб, я так рад, что ты в порядке, Саманта. Или мне теперь стоит называть тебя Галлия? Спросил я, разговаривая с ней по телефону. К моему удивлению, она просто позвонила. А я уже думал, что потерял хорошего друга. У нас тут куча проблем на Земле. Не очень-то легко объяснить все, что случилось. Основная часть народа требует доказательств, что мы делаем что-то по поводу тех незаконных экспериментов, а высшей чины в парламенте сходит с ума из-за тех астероидов. Ха-ха-ха. Простите. Агент, которого отправили вам на помощь, немного перешел границы дозволенного. Наши старейшины не смогли четко провести линию того, что ему дозволено сделать, ответила она. Я уверен, что смогу взять ситуацию под контроль. Ваш человек был очень тщателен в зачистке основных виновников этого заговора. Он даже оставил мне более чем достаточно улик, чтобы отвести внимание от вашего общества. Я не хочу, чтобы наши идиоты-политики начали войну с людьми, которые могу бросать астероиды на Землю. Вообще-то наши старейшины проинформировали меня, что они планируют направить на Землю эмиссара. Конечно же, совершенно инкогнито. Всего этого не произошло бы, если бы мы могли напрямую общаться с правительством Земли. Это, конечно же, лучше, чем иметь безмолвную угрозу, висящую над нашими головами. Я думаю, что это очень хорошая идея. Полагаю, что ситуация просто вышла из-под нашего контроля. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, что у будущего правительства Земли никогда не возникло чего-нибудь подобного. Ваш агент оставил мне возможность сделать много хорошего, и я намерен ее использовать. Ты вернешься, когда тебе станет легче. Возможно. Но точно не как шпион. Может быть, я приму работу эмиссара? Ответила она не уверена. Это было бы великолепно. Я хочу заверить тебя, что с этим не будет никаких проблем. И, пожалуйста, сообщите своему агенту, что я очень благодарен за то, что он меня не убил. Он угрожал убить тебя? Несколько раз. Мне кажется, он был немного раздражен своим назначением. О, и еще кое-что. Да, могу я получить свое кресло-качалку обратно? Мне оно очень нравится, и я думаю, что точно знаю, кто его украл. Не думаю, что оно все еще на Земле. Прости. Понятно. Солнечная система, колония на Марсе, подземный город 7 Гидеон Сайла нажимала на звонок двери родителей, словно безумная, одновременно держа меня за руку. Она была полна энтузиазма, насчет моего показа. Ты сломаешь кнопку, заметил я и еще раз взглянул на потолок в огромном подземном городе. Марсианские колонии были построены под землей в огромных пещерах. Потолок находился на высоте двух сотен метров и был заполнен дюжинами миниатюрных солнц, в отличие от станции Айбрас, где было только одно. Если не делать так, то моих родителей можно ждать вечность. Они все время закапываются в работу и отказываются реагировать на дверь, улыбнулась Сайла. Эта пещера огромна. Мне стоило раньше посетить это место, если учесть, что на Марсе больше всего населения, куда они девали весь лишний материал от раскопок пещеры. На поверхности Марса должны были остаться заметные отметки от проделанной тут работы. Она подняла бровь. А из чего ты думаешь, состоит гора Олимп? Один, что ж, в этом есть смысл. Мои мысли были прерваны, когда женщина с огненно-рыжими волосами и зелеными, как у Сайлы, глазами открыла дверь. На ее коже был узор. Сперва я подумал, что это татуировки, но при подробном рассмотрении они скорее выглядели как естественное изменение цвета кожи. Похоже, что она прошла через мутацию, как моя бабушка. У нее было худое лицо, и весь ее вид кричал о том, что она строгий человек. Заметил, что она носит официальный костюм, несмотря на то, что мы случайно застали ее дома. Сайла, что ты тут делаешь? Спросила она. Привет, мам. Сюрприз. Сайла шагнула вперед и обняла свою мать. Затем она отпустила ее и взяла меня за руку. Я хочу представить тебе своего парня. Гидеон Эльвар. Парня? Ее взгляд бегал от меня к Сайле и обратно. Я шагнул вперед и протянул руку. Приятно познакомиться с вами, миссис Кассиди Эстин. Сайла много рассказывала о своей семье. Кассиди взяла меня за руку с ошарашенным видом. Ее глаза сузились, когда она заметила свет в моих зрачках. Сколько вам лет? На год старше меня, мам, прервала на Сайла. Грубо спрашивать других о возрасте. Полагаю, что это закономерный вопрос, ответил я. Мне 23 причина, по которой мои глаза уже немного изменились, в том, что это произошло из-за некоторого происшествия. Понятно, она шагнула в сторону, и я воспринял это как приглашение войти. Позади меня я услышал, как она стала перешептываться с Сайлой. Почему ты ничего не сказала? И давно вы уже вместе? Мы знакомы уже три месяца, но сразу же после первого свидания решили оформить все официально. Ответила Сайла. Три месяца? Как ты вообще могла быть в каких-либо серьезных отношениях, когда ты была на задании ОСС последние три месяца? Рявкнула ее мать. Сайла просто указала на меня. Он был со мной на одном корабле. Мы были вместе днем и ночью, так что я совершенно уверена, что наши отношения не случайность. Посиди начала массировать виски. Твоему отцу это не понравится. В этом и весь смысл. Сайла схватила меня за руку и потащила вглубь дома. Спустя несколько минут я стоял перед Григором истинным угрюмым человеком с бородой и очень впечатляющей физической формой. Я даже издалека мог понять, что он следит за телом. Он очень хорошо вмещался в свой пиджак. У него тоже была мутация, но гораздо меньшая, по сравнению с его женой. Все, что у него было, это длинные заостренные уши. Должен заметить, что он довольно печальный пример эльфа. Длинные уши и мускулистые тела не подходят друг другу. До сих пор он старался не прерывать рассказ Сайлы, которая продолжала говорить, но теперь его терпение подошло к концу. Сайла, что ты делаешь с нашей семьей? Ты не только не показываешься дома, так еще и представляешь какого-то случайного пилота грузового корабля как своего парня. Он ткнул пальцем в мою сторону. У него хотя бы есть надлежащая квалификация родословной? Я не совсем был уверен, что ответить на это и открыл свой разум Сайле. Ты уверена, что этот человек твой отец? Да, он засранец. Не правда ли? Было время, когда я правда считала, что моя мать обманула его, когда забеременела мной. Я бы этого не исключал. Мне он не нравится, пробормотал я, чем заслужил злобный взгляд от Григора. Затем я успокоился, прежде чем ответить. Простите, сэр. Я полный техномаг с доступом к большой части заклинаний атрибута электромагии. Моя семья в основном работает в области государственных служб. Мой дедушка уполномоченный представитель эфира, если вы о нем слышали. По крайней мере, он не полное ничтожество, Григор посмотрел на меня как на блоху. Затем нас прервала вошедшая в гостиную парочка. Женщина выглядела похожей на Сайлу, но она была явно старше, и ее лицо было круглее. В отличие от прямых волос Сайлы, завязанных в хвостик, у нее была кудрявая грива. Мужчина выглядел как средний бизнесмен, с коричневыми волосами и карими глазами. Я не смог разглядеть в нем наследственных черт. На лице женщины появилась самодовольная улыбка, когда она увидел нас. Сайла, как приятно тебя видеть. Сайла представила нас друг другу. Это моя сестра, Яра Истин, и ее жених, Рейлис Брентон. Он владеет несколькими производственными линиями НМОФ и является основным поставщиком электроники на Марсе. Затем Сайла добавила мысленную ремарку для меня. Она папина любимица. Яра, это мой парень, Гидеон Эльвар. Я поприветствовал их, заинтересовавшись Рейлисом. Вы владеете несколькими линиями НМОФ? Должно быть, это дорого вам обошлось. Старейшина не любит, когда эти технологии используются в коммерческом секторе. Щекара Иллиса дернулась. Да, большая часть доходов уходит в оплату патента обладателю. Но это все еще прибыльный бизнес. Может, перестанем говорить о деньгах? Разве мы не должны порадоваться, что Сайла нашла кого-то, кто ей нравится? Я принесу вам всем чего-нибудь выпить. Кассиди смахнула пыль с одежды и встала. Григор вздохнул. Что ж, неудачник всегда остается неудачником и смешивается лишь с себе подобными. Он что, только что оскорбил нас в очень ненасказательной манере? Спросил я Сайлу мысленно. Ага. Думаю, пора закрывать ловушку, ответила Сайла. Сайла подняла руку. Да, кстати, о линиях НМОФ. Я хочу рассказать о моем следующем бизнес-плане. Прежний провалился, как вы уже слышали. Я подписала контракт со Стардрайв в качестве субподрядчика. Григор фыркнул и встал. Затем он подошел к окну. Ты бредишь, дитя. Ты замахнулась на крупную рыбу. Они съедят тебя и выплюнут кости. Даже не думай, что я помогу тебе после этого подняться на ноги. О, я думаю, что проблем не будет. Как оказалось, я познакомилась с невестой владельца Стардрайв. Она поистине прекрасный человек и кузина Гидеона. И так случилось, что рядом со мной сидит патентаобладатель Ленин МОФ. Она повернула ко мне голову и подарила мне французский поцелуй. Грохот со стороны окна побудил меня глянуть в ту сторону. Очевидно, что Григор только что потерял сознание и упал на пол. Григор по Сиде подбежала проверить своего супруга. Все как я и представляла. Мысли Сайлы и ее веселье эхом отдались в моей голове. Ты такая злая. Я тебя люблю. Один, Примпер. Гора Олимп. Потухший вулкан на Марсе. Вторая по высоте гора Солнечной системы. Глава 35. Звездная система. Каус Бориалис. Магия Земли находится в области влияния над физической материей и собственным телом. Чаще всего проявляется в заклинаниях усиление тела и возможности призывать големов. Магические предрасположенности. Солнечная система. Колония на Марсе. Подземный город 7 Гидеон. Делай, что хочешь. Мне все равно. Григор махнул рукой на Сайлу. У него был небольшой обморок и сейчас он лежал на диване гостиной. Ты всегда была самой независимой. Зачем ты вообще пришла? Я уверен, что ты даже не хотела. И не важно как мы к этому относимся. Я просто хотела покрасоваться перед Гидеоном и познакомить его с вами. Ответила Сайда. После того, как он заманил меня на встречу с его родственниками, у меня не осталось иного выбора, кроме как поступить так же. Не то чтобы меня это беспокоило, так как я уверена насчет наших отношений. Кассиди села рядом с нами и обняла Сайлу. Раз так, то я рада, что ты нашла того, кто тебе дорог. Можешь приходить в любое время, не сомневайся. Что бы там ни говорил мой супруг. Мы проигнорировали Григора и продолжили наш диалог с Кассиди, сестрой Сайлы и Рейлисом, который стал странно тихим. Хорошо, что вечер уже шел к финалу. Пообщавшись с семьей Сайлы больше, чем я бы хотел за всю свою жизнь. Я глубоко вздохнул, когда мы вышли из дома. Я взял руку Сайлы за запястье и притянул ее ближе к себе, пока мы прогуливались в сторону телепортера, собираясь вернуться обратно в кузницу. Твоя мать, похоже, единственный человек с чувствами среди всей этой толпы. Что-то мне не хочется встречаться с остальными твоими братьями и сестрами, озвучил я свои мысли. Да, мама сердце и душа всей семьи. Без нее все просто занимались бы своими делами. Мой отец не тот человек, с которым ты бы захотел регулярно видеться. Хоть он и родственник, Сайла наклонилась ко мне и самодовольно улыбнулась. Хотя, я думаю, что тебе не избежать знакомства, как только мои братья услышат об этом. Они меня защищают. Великолепно. Еще проблемы. Как раз в это время я получил сообщение от ОСС. Я поместил текст в поле зрения и присвистнул. Похоже, что у нас гости. Похоже, что я получила такое же сообщение, проинформировал меня Сайла. Я быстро пролистал наши приказы. Похоже, что они собирают весь флот вместе, чтобы остановить этот корабль. Вопрос в том, примем ли мы назначение. Мой взгляд метнулся к Сайле. Она ответила мне таким же вопросительным взглядом. Затем пожала плечами. Мы самые опытные боевые пилоты. До тех пор, пока им не начнут приходить в голову странные идеи, вроде размещения нас на разных кораблях или запрета наших отношений, я намерена оставаться в ОСС, пока они действуют сообща. Я не фанатка военных организаций. Хотел бы я посмотреть, как они назначат меня на любой другой корабль, кроме моего. Ох, как хотел бы. Я погрозил кулаком воображаемому врагу. Затем мне пришла в голову еще одна мысль. Но мне нравится идея провести с тобой еще несколько недель, а ты прочитал ту часть, где они назначают ученых, лингвистов и других академиков на твой корабль. Они добавили два больших модуля для команды ради них. Они надеются на переговоры с инопланетянами. Что? Я со стервенением прочитал полностью все сообщение снова и понял, о чем говорит Сайла. Сотня новых членов команды была добавлена вместо одного из хранилища ресурсов. Твой корабль был разработан с большим количеством дополнительного пространства, чтобы соответствовать требованиям грузового корабля. Очевидно, что организационный персонал ВОСС решил воспользоваться шансом и добавил команду первого контакта на Кой, проанализировала Сайла ситуацию. Остальные новые судна флота ОСС больше разработаны как чисто боевые корабли. Даже у мобильной боевой станции недостаточно жилого пространства, чтобы перевозить столько людей. Что-то перевернулось в моем желудке, когда я думал от кучи случайных людей на моем корабле. И сколько лет я буду катать их по космосу. Сайла поджала губы. Я думаю, что мы можем просто запереть наш отсек. Не думаю, что у них должен быть доступ к кабине пилота. Они ведь не пилоты, она начала сканировать список имен назначенных на мой корабль. О, этот мне нравится. Какая удача. Я все равно хотела с ним встретиться. У меня в груди возникла тяжесть, когда я сам начал листать список имен. Кто же вызвал у Сайлы такой восторг? Неужели так чувствуется ревность? Затем я нашел имя среди безликих, которые были назначены в качестве охраны. Эд. Твой папа. Вы сможете провести много времени вместе. Сайла похлопала меня по спине. Он мне не совсем отец. Скорее поставщик генетического материала. Но если сказать это вслух, то прозвучит странно. Даже для меня. Каус Бориалис. Быстрый крейсер Талаган и Линклия. Да они издеваются надо мной. Ай-ай-кун. Я нарисовала медитационную руну Зин на песке, словно подчеркивая невозможность ситуации. Послы требуют от меня полный профиль расы инопланетян. Разве они не понимают, что невозможно сделать такой отчет? Я сделала неприличный жест своей третьей рукой, выражая свои эмоции по этому вопросу. Все что мы знаем, это то, что мы ничего не знаем. Мы не знаем, как они выглядят, кроме нескольких расплывчатых снимков с первого дрона. Мы не знаем, как они живут. Единственное известное нам, что они, очевидно, не заинтересованы в разговорах и что они раздражены. Они отправили колонию дроздильцев в каменный век. Те роботы съели все их технологии. Я вздрогнула, вспомнив изображение. Те роботы разобрали на части все, до чего дотянулись их маленькие щипчики. Словно они изучали все, кроме дроздильцев. Те были просто проигнорированы, в то время как роботы продолжали воспроизводиться и поедать. Дроздильцы пытались уничтожить их, но они множились быстрее. Я надеюсь, что фантомы никогда не используют это оружие в одном из наших миров. В итоге, дроздильцы даже взорвали свои нулевые модули, чтобы остановить инфекцию. Это не помогло. То, что для нас выглядит как разрушение, для них может быть просто сбором информации. А я, мой давний друг, удивленно качнулся и использовал одну из своих похожих на палку конечностей, чтобы нарисовать линию на песке. Расса Зин была похожа на странную комбинацию насекомого и медузы. У них было четыре покрытых хитином бронированных ноги и почти прозрачное тело. У них не было шеи, но она им и не нужна была, так как их восемь глаз давали обзор на 360 градусов. Их пара длинных рук с двумя суставами дополнялись хитиновыми клешнями и щупальцами, чтобы манипулировать мелкими предметами. Расса Зин необходимо было очень сухое окружение. Вот почему Ая проводил почти все свое время в своей каюте, которая была почти пустой комнатой, наполненной песком и имела контролируемую влажность. Он оставался закопанным в песок большую часть времени и вылезал только, когда у него были гости. Вот почему я вызвался добровольцем в качестве переводчика. Это так будоражит иметь возможность первым получить шанс изучить новый язык. Один из круглых глаз сфокусировался на мне на мгновение. Ваши лидеры, похоже, очень зависимы от своих подчиненных. Возможно, тебе стоит меньше фокусироваться на том, что ты не можешь им сказать. Вместо этого скажи им очевидные факты. Как только они поймут глупость своих требований, они перестанут их делать. Я подняла свои настоящие руки и просигналила, что сдаюсь. Окей, что бы ты им сказал? А я ответил, вибрируя тонкой мембраной, которая позволяла создавать звук и говорить. Я бы сказал им, что они очень ценят свою частную жизнь, так как они любят прятаться. Они очень терпеливы, так как никогда не стремились к контакту с вашим народом. Тому могут быть другие причины. Мы тогда воевали друг с другом, прервала я его. Они могут оказаться пацифистами. Это не отменяет того факта, что они терпеливые. И у них имеются технологии совершенно иного уровня, чем известные другим расам. Я надеюсь найти совершенно новое мировоззрение. Может быть, они предлагают нам новую философию, вроде Уррапиапсов. Икун изогнулся от нетерпения. В данный момент мы переводим одну из их святых историй о начале вселенной. Никто кроме Зин не понимает этот непонятный образ мысли Юр. С растениями и то легче разговаривать. Сколько вы уже перевели и сколько времени это у вас заняло? Спросила я. Урры – живой единый разум, который включает в себя целый мир. Есть гипотеза, что Урры могут быть даже древнее, чем Зин. Единственная проблема в том, что разговаривать с Уррром – это все равно, что разговаривать с человеком с раздвоением личности в масштабе целого мира. А я подтянул свои руки ближе к телу. Мы считаем, что нам удалось идентифицировать восемь связных предложений. О, уже восемь. В прошлый раз, когда я интересовалась этим вопросом, у вас тоже было восемь, и вы занимаетесь этим уже сотню лет. Если вы продолжите в таком темпе, то книга будет переведена к концу вселенной. Все, что нам нужно – это один большой прорыв и все остальные части соберутся сами. Так бывает со всеми языками, резко ответила я. Я думаю, что ваш вид просто раздражен из-за того, что вы не можете говорить с Урр. Вам стоит перестать видеть это как проблему в переводе. С нашей точки зрения эти Урр – просто сумасшедшие. Никогда не знаешь, с кем ты говоришь. С ребенком – самым умным разумом или просто с умственно отсталым человеком с незаурядными способностями в какой-то области. Я думаю, что у них что-то пошло не так, когда они объединили свои разумы вместе. Вряд ли это хорошо для здоровья, когда в твоей голове находятся разумы всего твоего вида. Моя небольшая речь внезапно была прервана сигналом тревоги. Комната согрелась, белые огни стали более голубыми и посреди пустой комнаты появилась голограмма. Ая торопливо подбежал к голограмме и начал ей манипулировать. Как представитель расы ЗИН, он имел полный доступ к записям датчиков корабля и мог наблюдать все, что происходит на мостике. Голос капитана эхом разнесся по комнате. Похоже, что у нас будет наш первый официальный контакт с фантомами. Разве мы не должны были прибыть в их систему через неделю? Спросила Ая, прерывая беспокойную суету на мостике. Очевидно, что фантомы не знают или не беспокоятся о нашем расписании. По крайней мере, техникам удалось улучшить наши сенсоры. Иначе мы бы их не увидели, ответил капитан и продолжил объяснять тактическую ситуацию голограмме. Ая увеличил тактический дисплей движением одной из своих конечностей. Значит, Талаган направился по исследовательскому маршруту из Ныша в Каус-Бореалис. Оттуда мы собирались пойти в 93 825, что являлось кратчайшим путем к нашему пункту назначения. Просто так случилось, что фантомы устраивают свои задницы как раз перед входом нашего сверхсветового маршрута. Похоже, что они планируют запретить нам двигаться дальше. Я фыркнула. Только сейчас догадался. Слишком много красных точек. На мой взгляд, похоже, что там было как минимум 50 кораблей той же массы, что и Талаган. В дополнение там была огромная красная точка, которая в несколько раз массивнее, чем любой известный нам корабль. Они что, притащили астероид, чтобы заблокировать наш сверхсветовой маршрут? Икун указал на облако красных точек. Я думаю, что они знают о нашем приближении и пришли поприветствовать нас. Бессмысленно отправлять так много кораблей только для того, чтобы заблокировать один сверхсветовой маршрут. Конечно, есть вероятность, что у них просто множество кораблей. Но если у них действительно есть столько кораблей, чтобы разделять их по каждому сверхсветовому маршруту, тогда ваши люди и драздельцы все. А я попытался помочь себе жестом, как ваш народ говорит. Отрезать себе руки, вместо того, чтобы биться в проигрышном бою, я моргнула. Полагаю, что ты имел в виду. Лучше не биться в проигрышном бою и отрезать руку, чем биться и умереть. Я поняла, что имел в виду Ая. Если у них есть столько кораблей у каждого сверхсветового маршрута, так далеко от их системы, то они могут просто закидать нас шапками. Если этого нет, что ты думаешь, Ая, то нам остается только сдаться на их милость. Не переживай. По какой-то причине, у большинства известных видов схожие уровни технологии распространения. Вот почему я предпочитаю думать, что они знают о нашем приближении. Ваш народ уже предположил, что у них есть способ коммуникации быстрее скорости света. Вероятно, они установили скрытые системы наблюдения в каждой системе, что они посещали, и Кун вызвал карту предыдущих звездных систем. Некоторые из них были с большим количеством астероидов на нашем пути. С их технологией скрытности, они легко могут следить за нами, будучи незамеченными. Я начала грызть палец на моей третьей руке. Все не так. Ая повернул свое тело, чтобы быть ко мне лицом. Что не так? Их технология. У них есть коммуникация быстрее скорости света. У их кораблей смехотворные щиты, но у них есть гравитационные двигатели. Их стелс-технологии не позволяют нам видеть ничего, кроме тени, но их орудия весьма посредственные. Однако у них есть самовоспроизводящиеся роботы. И мы даже не видели их способ перемещения от звезды к звезде. Словно их технологии пошли по совершенно иному пути развития, нежели наши, пожаловалась я. Ая начал прыгать на своих четырех ногах. Разве это не восхитительно? Ох, смотри. Кажется, они отключают свою скрытность. Глава 36. Невербально-шаманская магия позволяет использовать целую группу исцеляющих и ясновидящих заклинаний. Многие люди, одаренные в этой области, выбирают путь доктора. Магические предрасположенности Каус Бориалис. Кой Гедеон по какой-то причине Сайла организовал регулярные встречи с Идом. Ей нравится идея того, что мы с ним узнаем друг друга получше. Мы вдвоем сидим на кухне жилого модуля и пьем кофе. Я слышал, что ты назвал одного из лингвистов ленивым гадом. Спросил меня Эд словно инквизитор. Есть несколько жалоб, что ты публично оскорбляешь людей. Я пожал плечами. Если я сказал что-то обидное, но сделал это лишь потому, что это правда. Что же он такого сделал? Спросил Эд. Он хотел перенастроить один из боевых лазеров в коммуникационной. Видимо, у лингвистов не хватает вариантов для способов коммуникации. Я дружески посоветовал ему отвалить, но он не сдался. Я отпил кофе. Тогда я взглянул на его попытку создать алфавит, основанный на таблице Менделеева. Видимо, в таблице Менделеева было недостаточно элементов для его целей, поэтому он просто изобрел новые и добавил их туда, куда счел нужным. Или, тебе не понравилась идея изобретения новых элементов? Подвела итог моей истории Сайла. Я поставил чашку. Черта с два. Таблица Менделеева «Это вам не просто так». В ней нет таких штук, как новые или неназванные элементы. Тому, кто не понимает этого, нет причин находиться в космосе, где малейшие ошибки стоят жизней. Подняв палец, я начал объяснять суть истории. Я прочитал бесчисленное количество дурацких историй, где автор просто использует новые элементы, чтобы все решить. Брехня. Как только в книге начинается такое, ты спокойно можешь выбрасывать ее в костер. Затем я вернулся к случившейся истории. Относительно идиота, который пытался использовать таблицу Менделеева. Предположим, что инопланетяне поймут, что он посылает им таблицу Менделеева. Как, черт побери, инопланетяне должны понять случайные дополнения воображаемых элементов. Они подумают, что мы чокнутые, раз мы добавили вокалоид номер 9 между водородом и гелием. Кто пустил этого парня на мой корабль? Может быть, именно поэтому ему не хватило пропускной способности, чтобы попробовать это, пробормотал от себе под нос. Как проходят попытки коммуникации? Спросила Сайла. Мы слишком заняты обустройством жилья на астероиде, чтобы входить в команду контакта. Они, правда, намерены пригласить сюда фарлорнов. Неужели безопасно находиться с ними в одной среде? Видимо, в этом нет проблемы. Они дышат теми же газами, что и мы, ответил я. Разумеется, наши доктора проверят их на жуков, которые могут нам навредить. Они уже передали нам несколько образцов. Но, пока все выглядит так, что мы не можем заразить друг друга. Химия фарлорнов основана на меди. Азины, похоже, вообще не классифицируются как живые, согласно нашим докторам. А ты неплохо проинформирован. Сайла подняла бровь и изучающая посмотрела на меня. Мне неинтересно умирать от того, чего я даже не видел, ответил я. Это развел руками. Яйцеголовые стараются изо всех сил, но есть несколько проблем с переводом инопланетного языка. Видимо, некоторые их концепции не имеют перевода на наш язык и наоборот. Мы застряли на уровне простых концепций и картинок. Мы можем показывать им, чего хотим, и надеяться, что они поймут это правильно. Я фыркнул. Значит, это проблема с чашкой. Проблема с чашкой? Спросила Сайла. Я поднял свою чашку кофе. Хеер, ним дас. Затем я поставил ее обратно на стол. Что я сказал? Что это кофе? Спросила она. Почему не жидкость? Белое, черное, молоко, горячее, вкусное, несъедобное? Я мог просто предложить ее тебе или сделать заказ? Спросил я. Я поняла проблему. Так и что ты на самом деле сказал? Спросила она. Что ты должна взять ее? Ответил я. Эд медленно кивнул. Возможно, встреча с фарларнами в естественной среде поможет нам в прогрессе. Каус Бореалис. Жилый астероид и Линклия. Они построили это всего за несколько дней. Я бродила по чужой среде обитания. Ничего причудливого. Просто несколько зданий для жизни и что-то вроде маленького солнца, сияющего над нами. А я, похоже, был меньше впечатлен, чем я. Они не сделали ничего сложного. Просто подтянули астероид в это место. Затем они сделали его полым и прочно запечатали внутри воздух. Наш народ делает это уже целую вечность. Что меня больше впечатляет, так это искусственная гравитация. Я не понимаю, как они ее делают, но это как-то связано с теми рунами. Раса Зин куда более продвинутая, чем мы, поэтому у Ая гораздо меньше поводов удивляться достижениями этих аутсайдеров. Я посмотрела на этих странных двуногих инопланетян. Наши и их лингвисты пытаются разобраться с языками друг друга вот уже несколько дней, но не похоже, что мы сможем понимать этих людей. Разве ты не должен быть там, Ая? Ты же тут для того, чтобы изучить их язык, так ведь? Спросила я. Я учу. Я слушаю каждое слово, что они там говорят, ответила я. Вообще-то я уже почти понял их синтаксис. Хотя я не совсем уверен насчет большинства их слов. Я упускаю какой-то важный момент. Ая может слышать их отсюда? У вашей расы острый слух и ваши люди, похоже, предпочитают все делать сложным путем. В чем смысл изучать грамматику, прежде чем ты узнаешь, что означают слова? Я тоже могу спросить, почему ты не делаешь свою работу, Иллин? Ответила я. Я – психоаналитик. Я не смогу ничего сделать, пока не смогу говорить с ними или посещать их города, ответила я. И что же ты уже успела понять? Спросил Зин. Роясь в своей сумке с инструментами. Немного. Похоже, у них разные роли в обществе, совсем как у нас. Я не совсем уверена, есть ли у них работа или система каст. Похоже, что с нами пытаются общаться лингвисты и ученые. А еще есть те, в масках. Они пассивно и ничего не делают, кроме того, что не пускают нас на свой корабль. Полагаю, что они охранники или воины. А ты заметила тех, что в черной одежде? Спросила я, доставая странный инструмент. Я почесалась второй рукой. Да, но их тут немного. Я думала, что они тут вроде лидеров, но, похоже, что это не так. Иначе они бы появлялись тут гораздо чаще. Я уделил им большую часть своего внимания. Ты знаешь, что их тут, похоже, всего двое? Спросила я, манипулируя инструментом. Нет, я не могу различать их лица. Я только заметила, что они, похоже, двуполые и некоторые из них сделали довольно эксцентричные изменения в своих телах. Лингвист с тремя глазами и двумя ртами особенно беспокоит меня. Они что, не проверяют своих детей на аномалии? А я встал на колени и начал ковырять одну из рун на тротуаре. Я считаю, что они техники. И я смог построить особые отношения с одним из них. Что ты делаешь? Они разозлятся, если ты уничтожишь их жилища. Я попыталась остановить Ая, но Зин проигнорировал меня. Я повреждал эту руну несколько раз за последние несколько дней. И техник мужчина всегда появлялся, чтобы починить ее. Он был очень зол на меня и произносил множество слов, которые я никогда не слышал от других лингвистов. Объяснила Ая. А, так ты делаешь это, чтобы заполнить свой словарь, пробормотала я. Как я уже сказал. Иногда тебе не хватает всего лишь одного кусочка информации. Как только ты его получаешь, все остальное встает на свои места. А еще мне интересно те двое, потому что они общаются друг с другом без слов. Хотя это лишь мое предположение. А я закончил уничтожать руну и начал парить. Он вытянул одну из своих длинных рук в мою сторону. Дай мне свою руку. Эффект распространяется в радиусе трех метров. Я взяла Ая за руку и подтянула его к себе. Ты очень сильно рискуешь, уничтожая эту руну, не зная, что может случиться. Неужели все Зины сумасшедшие? Это не риск. Я видел, как техник чинил ее, прежде чем я уничтожил ее, чтобы вызвать его. Ответила я и указал на кого-то за моей спиной. А вот и он. Я все еще поражен, как быстро он появляется. Можно подумать, что он всегда ждет поблизости. Я обернулась и обнаружила, что меня разглядывает один из инопланетян. Затем он начал говорить СОЯ, что прозвучало определенно менее дружелюбно, чем переговорный тон других инопланетян. Ая повернулся ко мне. Он очень креативный. Ты знаешь, что он ни разу не повторился, давая мне имена. Инопланетянин прошел мимо нас, очевидно, не подвергаясь воздействию зоны нулевой гравитации. Затем он начал чинить отколотую руну плавящим инструментом. Я попыталась подойти поближе, чтобы посмотреть, что он делает, но Ая удержал меня. Ты взлетишь в воздух, если приблизишься к нему, прежде чем он починит ее. У него свое собственное гравитационное поле и он достаточно хладнокровный, чтобы позволить тебе летать, пока он не починит руну. Затем ты просто упадешь на землю. Как они могут делать настолько мобильные гравитационные поля, что их может носить один человек? Ахнула я. Затем снова присмотрелась к работе инопланетянина. Он не делает ничего такого, кроме как плавит металл. Внутри или позади руны ничего нет. Никакой электроники. Когда инопланетянин закончил, он встал перед нами, посмевшими разрушить руну еще раз. Я прошептала Ая. Кажется, в этот раз он действительно зол. Внезапно инопланетянин потянулся и коснулся нас обоих. Еще раз прервете мое время отдыха, и я выкину вас в космос, подонки. Затем инопланетянин отпустил нас и ушел. Он что, только что говорил в моем разуме. Моя голова резко повернулась к Ая. Зин кивнул. Ага, классно, правда? Я думаю, что он дал мне последнюю подсказку к решению загадки языка. Я спровоцирую его еще раз, чтобы добыть больше информации. Я должен заставить его сказать мне предложение голосом и мысленно одновременно. Затем Ая поспешил за инопланетянином. Я бы не стала злить кого-то, кто только что угрожал выкинуть меня в космос. Ая. Но Зин меня не слушал. Проклятье. Глава 37. Положение дел. 16. Пиромагия позволяет контролировать температуру. По сути, это манипуляция энергии в ее простейшей форме. А еще все пиромаги связаны законом сохранения энергии, который гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, только переведена из одной формы в другую. Магические предрасположенности Каус Бореалис, Кой Гедеон, я ненавижу это. Проворчал я. Почему? Ты ведь единственный, кто смог выяснить, что телепатия работает. Остальные слишком боялись использовать ее на инопланетянах. Кто знает, что может случиться, если подключиться к разуму инопланетянина? Этот пил кофе из чашки. По крайней мере, мы теперь можем понимать друг друга и разговаривать. Зин довольно быстро в понимании наших языков. Было бы замечательно, если бы он не прилипал ко мне, едва я входил в обитаемую зону. Он даже понял, что я пытаюсь сбить его с толку. Говоря на немецком, раздраженно ответил я. Тебе не стоило использовать свой второй язык, чтобы сбивать его с толку. Может, он бы выучил английский даже быстрее, если бы ты не мешал. Ты же нашел своего первого друга помимо пола. Разве это не повод для радости? Спросил Эд. Затем он поднял свою чашку кофе, чтобы жестом поприветствовать людей неподалеку. Просто грустно, что ты лучше ладишь с инопланетянами, чем с собственной расой. Он мне не друг. Я даже не уверен, что у этого Зина есть пол. А я просто хочет знать, как работают гравитационные руны, ответил я. И ты рассказал ему? Эд наклонился вперед. Конечно же, нет. Я просто дал примерное описание теории без магии, чтобы отвлечь его. Это никак не поможет им создавать свои собственные рунные схемы. Я даже не уверен, что инопланетяне способны использовать магию. Ведь даже магическая схема требует оператора с магическими способностями. Может, мне стоит дать им попользоваться одной из наших простых схем? Я думаю, что их нервная система не способна ощущать энергии, как наши. Эд медленно кивнул. Наши ученые предполагают нечто подобное. А что насчет боевой станции? Они видели ее? Нет. Я думаю, что улучшенная стелс-система отлично работает. Разумеется, мы можем гарантировать, что она не будет замечена, только если не будет двигаться. Мы позволили ей проплыть очень близко к кораблю инопланетян, и они не отодвинулись и не заметили станцию. Сомневаюсь, что они смогли бы игнорировать оружейную платформу длиной в 3 километра, восхваляя жилый астероид. Может они и превзошли нас в плане производства энергии, но у них нет ничего похожего на нашу стелс-технологию. Я позволил своим мыслям думать о или не клеяяя двух инопланетянах, которые часто беспокоят меня и сайлу ради сеанса в связи. Фарларны – двуногие гуманоиды с сильными ногами, гнущимися в обратную сторону. Хотя кто-то решил дать им больше рук, чем им когда-либо было нужно. У них есть две большие основные руки, чтобы манипулировать тяжелыми предметами, хотя они еще пользуются ими, чтобы двигаться. На груди, между основными руками, есть три руки поменьше с нежными пальчиками. Голова по строению схожа с человеческой, но у нее отсутствуют уши и нос. Команда контакта Фарларнов очень старалась сфокусировать на извинений за первую встречу между нашими расами. Они подтвердили, что три корабля, которые начали битву со станцией Айбрас, принадлежат драздельцам. Четвертый корабль принадлежал Фарларнам и преследовал их. Они надеются на торговлю и создание с нами мирных соседских отношений. Хотя я не уверен, что нам может от них что-то понадобиться. Единственное, что приходит в голову, это их источники энергии. Они называют их нуль-генератором. Мы уже пытались украсть информацию у драздельцев, но как только Маинмы подбирались к их энергетическим генераторам или компьютерам, они взрывали их. Очевидно, что существует нечто вроде галактического общества рас, частью которого являются Фарларнезин. Они регулярно встречаются в центре галактики. Я все еще не уверен, что нам нужно вступать в их эксклюзивный клуб. Драздельцы не принадлежат к их обществу. Они считаются пиратами и паразитами, с которыми невозможно сосуществовать. Цивилизованные расы, преследующие целые виды за преступления от пиратства до геноцида, считают их виновными. Вот почему любой, кто столкнется с ними, имеет право спокойно уничтожать их. Как я уже заметил раньше, у них серьезная проблема с ростом населения. Вот почему они медленно распространяются по галактике, несмотря на то, что их считают вредителями. Их центральный мир близок к центру галактики, где под их контролем находятся несколько сотен звездных систем. В какой-то момент они начали вести войну с соседними видами, что привело к их полному уничтожению. Коалиция более старших рас, увидев в них угрозу, начала преследования. Так как разговоры и угрозы оказались бесполезными. Как только дроздельцы достигли определенного количества населения, они разделились на множество групп и начали воевать друг с другом. Это постоянно происходит в их обществе, поэтому невозможно договориться с ними по-соседски. Почувствовавшие угрозу со стороны дроздельцев расы сформировали коалицию и обрушились на центральные миры дроздельцев. К сожалению, это вызвало лишь огромную волну миграции. В данный момент, центр галактики почти очищен, но сбежавшие дроздельцы начали основывать колонии и медленно блуждать по внешним мирам вдоль нашего спирального рукава, в то время как их все еще продолжала преследовать коалиция. На мой взгляд, их решение граничит с фанатизмом. Да, дроздельцы это угроза, но охотиться за ними среди миллиардов звезд звучит как невыполнимая задача. Единственная причина, почему коалиция не проигрывала бои, так это потому, что у дроздельцев недостаточно высокие технологии. Очевидно, что им нужны миры для расселения, потому что они не способны построить независимую среду обитания в закрытых помещениях. Фарларны находились ближе к центру галактики и первыми подверглись атакам дроздельцев несколько лет назад. К тому же они пытаются защитить звездные системы на расстоянии в несколько дюжин световых лет от заселения их дроздельцами. У солнечной системы есть всего лишь несколько лет, прежде чем дерьмо попадет в вентилятор. Как только волна эмиграции дойдет до наших миров, у нас будут серьезные проблемы. У меня от всего этого уже голова болит. Старейшины уже сказали свое мнение по этому вопросу, спросил я Эда. Он покачал головой. Они все еще разбираются во всей этой информации в поисках смысла. Мы много узнали о политическом положении дел в галактике. Фарларны Зин пригласили нас на следующее собрание цивилизованных рас. Думаю, что мне стоит поискать Сейлу и немного расслабиться. Я встал и попрощался с Эдом. Затем я отправился к Сейле. Корабельный компьютер сообщил мне, что она сейчас находится в обитаемой зоне. Покинув жилой модуль я направился в обитаемую зону через мостик, который соединял астероид и Кой. Я обнаружил Сейлу стоящий на центральной площади обитаемой зоны. Она была с Эленой Ая. Фарларн тут же обратила на меня свое внимание. Я рада тебя видеть. Я только что узнала, что вы с Элой племенная пара. Это объясняет, почему вы все время вместе. Племенная пара, спросил я. Два человека, которые вступают в близость ради произведения потомства, последовало объяснение Ая. У фарларнов нет концепции платонической любви, хотя они забоятся о потомстве, которое связано с ними, если оно вырастает достаточно взрослым, что бы могло говорить. Они откладывают одно яйцо каждые два года и бросают его там, где стоят. Если ему повезет, то оно вылупится. Птенцы даже не считаются за людей до тех пор, пока не начнут говорить. Иногда это довольно удручает, когда говоришь с Эленой ее потомстве. Платонической любви, мой взгляд метнулся к Сейле. О чем это вы тут разговаривали? Это сложно объяснить. Они начали говорить об отношениях между членами нашего вида. А затем они переключились на наши с тобой отношения. Ясно. Затем я спросил. Я бы не назвал нас племенной парой. Разве в их понятиях нет более простых форм отношений? Сайла скрестила руки на груди. Очевидно, что нет. И что ты имел в виду под более простой формой. Я, например, хочу завести детей. Детей, я, отец. А мы можем отложить эту дискуссию? Я не думаю, что готов сейчас к такой ответственности. Да. Вот хороший ответ. Спасибо тебе за тренировки, бабушка. Кажется, они опять это делают. Прервал нашу беседу. А я, спасая меня от раздражающих переговоров. Все члены вашего вида рождаются со способностью говорить друг с другом мысленно. Это напомнило мне обур. Хотя вы делаете это в гораздо меньшем масштабе. Нет. Есть предрасположенности к определенным способностям, которые зависят от родословной. Телепатия относится к ним, ответила Сайла. Я продолжил следить за беседой без особого интереса, пока Элин не упомянула, что их ученые проанализировали образцы крови, которые они получили от нас в обмен на свои. Ваша ДНК, похоже, состоит из двух и более скрученных нитей ДНК, которые позволяют в случайном порядке комбинироваться друг с другом в случае разрыва. Удивительная вещь в том, что когда они формируют новую комбинацию, то допускают только те, которые полезны для организма. Элин показала жест, который среди ее народа символизирует непонимание. Мы никогда не видели ничего подобного. Ваша возможность мутировать, похоже, не имеет границ. Может мне стоит познакомить ее с матерью. Она любит манипулировать ДНК, но когда я об этом подумал, то вспомнил, сколько раз игнорировал ее звонки. Надо будет позвонить ей, когда вернемся в Солнечную систему, просто чтобы узнать, что она задумала. Мы болтали еще пару часов с инопланетянами, пока я не начал прощаться. Зин не может находиться в нашей среде продолжительное время. Ему необходим гораздо более сухой воздух, желательно с нулевой влажностью. Находясь в нашей среде обитания, он практически медленно отравляет себя. По пути в командный модуль Сайла рассказала мне о том, что успела узнать. Очевидно, они живут как во времена Римской империи Земли, когда император еще не имел абсолютной власти, а делил ее с Сенатом. И все же я был удивлен, что фарларные Зин были достаточно схожи с нами, чтобы мы могли разговаривать. Но если их рассказы о цивилизованных расах правдивы, то там есть и гораздо более странные народы. Мы прибыли в командный модуль, и я закрыл за нами дверь. Обернувшись, я внезапно обнаружил Сайлу, стоящую прямо передо мной. Мы еще не закончили наш разговор. Какой разговор? Спросил я, загнанный в угол у двери. Она потянулась к своей груди и начала расстегивать форму. Тот, в котором мы говорили о детях, и ты выглядел очень несчастным от такой вероятности. Я просто хочу, чтобы в таком важном вопросе у нас не было недопонимания. Неясное толкование чего-то подобного может оказаться фатальным для наших отношений. Нет, несчастный, это слишком громко сказано. Я просто сказал, что еще не готов заботиться о ребенке, ответил я. Честно говоря, я даже не понимаю, зачем я вообще должен хотеть ребенка. Ее одежды падали на землю одна за другой очень эротично. Она положила мои руки на свою грудь и начала снимать с меня рубашку. И все же ты продолжаешь каждый день рисковать, летая со мной на корабле. Мы же на терапии, так что этот риск совсем небольшой. Всем совершеннолетним имплантируют чипы над ключицей. Эти чипы предотвращают оплодотворение, выпуская в кровь химические препараты. В обществе, где люди остаются на пике формы около 200 лет, очень важно контролировать рождаемость. Но риск все еще есть. Она засунула руки мне в штаны и начала двигать ими, целуя мою грудь электрическими поцелуями. Нет такой вещи, как полная безопасность, ведь мы занимаемся этим почти каждый день. Я почувствовал себя оскорбленным, поэтому закрыл глаза, чтобы насладиться тем, что она делала. Но за мгновение до того, как я достиг пика, она вытащила руки и отошла назад. Значит, ты не имел в виду, что сбежишь, если контрацептивы не сработают? Конечно же, нет. Ох уж эта женщина. Я ничего такого не имел в виду. Она подошла к дивану и встала на четвереньки. Я просто предупреждаю тебя, что не буду делать аборт в случае беременности. Какая же она злая. Она довела меня до предела, а теперь виляет своей задницей и говорит такие вещи. Я сорвал с себя остатки одежды и поспешил схватить ее за бедра, чтобы войти в нее сзади. Ты же прекрасно знаешь, что я не смогу без тебя. Она застонала и начала сама двигаться навстречу мне. Затем она извернулась назад, чтобы поцеловать меня. Я тоже тебя люблю. Особенно, когда берешь меня вот так. Глава 38. Плохие сны, призывающие магия, позволяют создавать магические конструкции в собственном разуме. Эльфы и искусственные интеллекты попадают под эту категорию. Очень важно не путать их с призванными простыми элементалями, у которых нет собственного разума и их могут вызывать почти все маги. Призванные элементали не могут самостоятельно двигаться и могут считаться простыми куклами. Маги, которые создают эльфов, копируют часть своего сознания в новое существо. Поэтому создатель такого существа несет ответственность за свое творение. Если это творение будет достаточно независимо, чтобы осознать свою сущность, оно получает права независимого существа. Эльфы не обязательно должны создаваться из мертвых материалов вроде металла. Они также могут состоять из чистой энергии или даже из живой материи, вроде растений или плоти. Магические предрасположенности Каус Бореалис Кой Сайла Я проснулась от стонов, полных боли. Сначала мое сознание не хотело полностью просыпаться, но потом я потерла глаза и поняла, что нахожусь в нашей спальне. Мысленно я потянулась к компьютеру и включила свет. Свет ослепил меня на пару секунд, затем осмотрелась. Справа от меня стонал Гедеон. Гедеон? Я взяла его за плечо и потрясла, но он не проснулся. Его трясло, и он горел словно в лихорадке. Все его тело было покрыто потом. Потянувшись к его разуму и не получив ответа, я начала по-настоящему пугаться. Энергии в нем было так мало, что едва ли хватило бы на простую искорку. Я перекатилась и обняла его. Затем я сконцентрировалась на заклинании телепортации, забыв обо всех инструкциях. Добавленный на наш корабль жилой модуль имел свой собственный медицинский отсек с двумя компетентными докторами. С такой большой командой на корабле обязательно должен быть медперсонал. Я сразу же проверила пункт назначения, подключившись к камерам безопасности в кают-компании медотсека. Затем я телепортировалась, забрав с собой Гедеона и часть постели. Мы появились в белой комнате. Прежде чем я что-либо успела сделать, половина кровати, которую я прихватила с собой, качнулась и упала. Я попыталась защитить Гедеона, пока мы падали на пол, и он упал на меня. Вокруг раздавались удивленные голоса. На помощь, она не просыпается, закричала я, и сразу же медперсонал поднял Гедеона с меня. Я поднялась на ноги и попыталась добраться до Гедеона, но медсестра и медбрат не позволили мне это сделать. Мужчина выглядел довольно смущенным, а женщина пыталась заставить его развернуться. Тогда-то я и поняла, что стою посреди комнаты с голой задницей. Я нагнулась и прикрыла себя частью простыни, которая телепортировалась с нами. А что я могла поделать, когда ты спишь в постели со своим любимым, одежда только мешает. Один из мужчин, что осматривал Гедеона, обернулся ко мне и спросил, была ли у него недавно мутация, вызванная магией? Да, ответила я. Но это было неделю назад. Он взялся за силовой кабель, чтобы создать огромное заклинание, вынужденно. Доктора уже выписали его. Похоже, что у него рецидив. Нам нужно его стабилизировать. Медперсонал поднял Гедеона и, положив на койку, выкатил из кают компании. Я попыталась последовать за ними, но медбрат и медсестра снова остановили меня. Вам нужно остаться тут. Медсестра предложила мне халат, и я взяла его. Мужчина все еще пялился на меня, поэтому я посмотрела на него достаточно красноречиво, чтобы он понял, какое будущее ждет его, если он не перестанет меня оценивать. Как только он отвернулся, я поспешила надеть халат. Женщина подошла поближе. Пожалуйста, расскажите в деталях, что произошло. Я проснулась от того, что ему было больно. Я попыталась его разбудить, но он не реагировал. Я даже не смогла соединиться с его разумом, я моргнула. Это ведь плохо, да? Я знаю, что да. Она шагнула ко мне и взяла за руку. Не волнуйтесь, у нас тут самые лучшие врачи. Он не мог заболеть в более удачном месте. Уверена, вскоре он будет уже на ногах. Я почувствовала ее мысли и поняла, что она пытается меня успокоить. Пожалуйста, не лгите мне или хотя бы не держите за руку, пытаясь успокоить меня. Я выдернула свою руку из ее, ненавидя свою способность. Затем я села в кресло и попыталась придумать, что еще могло вызвать подобное состояние Гедеона. Но в голову ничего не приходило. Спустя некоторое время пришли люди и унесли из комнаты остатки кровати. Было ночное время, так что тут было не так уж много пациентов, которых нужно было бы принять. Медбрат и медсестра так и остались неподалеку от меня, словно им было нечего делать. А затем я поняла, что им, вероятно, действительно нечего сейчас делать. Вряд ли на такую миссию специально отправляли больных людей. Вероятно, до этого момента к ним приходили только с небольшими жалобами. Внезапно кто-то встал передо мной и я посмотрела вверх. Это был один из безликих. Эд, да, ты в порядке? Спросил он. Нет, Гедеон не в порядке, а значит, и я. Они уже узнали, что с ним не так. Я только что прибыл, едва услышал. Кто-то из медперсонала сказал, что они все еще делают анализы, ответил он. Анализы. У мутации могут быть довольно неприятные побочные эффекты. Ясно. Похоже, тебя это сильно потрясло. Видела бы ты сейчас свое лицо, его голос начал затихать. Я отведу тебя в командный модуль. Он в хороших руках. Он взял меня за руку, но я вырвалась. Не надо. Я лучше подожду тут. Я не хочу быть одна в той комнате, пока Гедеону плохо. Сайла, почему ты так заботишься о нем? Внезапно спросил он. Я посмотрела вверх, озадаченная вопросом. Потому что он мой парень, у тебя отлично получается утешать людей. Ты знал? Я не думаю, что тебе нужно беспокоиться о Гедеоне. Он ведь словно таракан. Любой другой человек на его месте уже раз пять бы умер. Эту ставился в пол, где еще валялось несколько щепок от кровати. Ты телепортировала его из себя через весь корабль. Это было опасно. Ну, прости, что была шокирована тем. Очнулась рядом с любовником, который вот-вот умрет. Если бы у меня в руках сейчас была какая-нибудь кислота, то я бы плеснула в него. А я еще считала, что было бы неплохо включить его в семью. Просто может это моя вина. Я видел слишком много плохих людей, а ты, похоже, немного привязалась к нему. Вот и все. Я не говорю, что вы плохая пара. Я вздохнула и закрыла лицо. Разве ты ничего не знаешь от техномагов и телепатий? У меня никогда не было отношений, которые бы продлились дольше месяца, прежде чем я встретила Гедеона. Это, похоже, был ошеломлен моим признанием. Как так? Потому что когда природные телепаты касаются кого-нибудь, то могут почувствовать его сущность. Даже если не хотят этого, я указала на дверь. Это не так, словно ты намеренно шпионишь за чьими-то мыслями. Просто большинство магов забывают, как следует защищаться. Или им просто не хватает сноровки. Не очень-то легко иметь отношения, когда ты всегда знаешь, когда что-то не так. Так или иначе, но для отношений не очень хорошо. Когда ты знаешь, что скрывает твой партнер, как он намеренно скрывает свои мысли, я посчитала на пальцах. До Гедеона я встречалась с дюжиной других парней, и не проходила и месяца, как я сталкивалась с каким-нибудь омерзительным секретом. Я не утверждаю, что они пытались навредить кому-то или нарушить закон. Но быть с ними чувствовалось чем-то неправильным. А с Гедеоном чувствуется правильно? Изумленно спросил Эд. Несмотря на то, что он довольно странный, я потерла руки. Может именно поэтому я его и люблю. До сих пор все с кем я встречалась, пытались что-нибудь скрыть от меня. Гедеон, может, и странный, но когда я с ним, то чувствую себя в безопасности и как дома. У всех есть что скрывать, ответил Эд мрачным голосом. И Гедеон не исключение. Я улыбнулась. Да, вы правы. Но когда он решил впустить меня в свою жизнь, то он рассказал мне обо всем безутайки. Вам, возможно, не понять каково это, когда два телепата разговаривают друг с другом. Но когда мы говорили в тот день, я почувствовала, что он правда старается впустить меня. И с тех пор так было каждый день. Я сойду с ума, если откажусь от такого. Если мне еще и предстоит узнать о нем важную правду, то только потому, что он сам ее еще не осознал. Я откинулась в кресле. Я просто не могу поверить, что так делиться мыслями и чувствами, как мы, это случайность. В этот момент дверь открылась и Гедеона вкатили в комнату. Он все еще лежал на постели, но его глаза были открыты и он не спал. Я встала и, подбежав к нему, взяла за руку. Гедеон, ты в порядке? Он был бледный, словно призрак, но вяло улыбнулся. Ага, правда, у меня такое ощущение, что ты высосала из меня всю жизнь прошлой ночью. Ты точно не суккуб? Я закусила нижнюю губу и посмотрела на доктора. У него поврежден мозг? Гедеон тяжело вздохнул. Я пытался пошутить. Ты хоть понимаешь, что только напугал меня? Сейчас не время шутить, резко ответила я. Доктор вмешался в разговор. С ним все будет хорошо. Это не был рецидив мутации, хотя это было вызвано ею. За его нынешним состоянием требуется особый уход. Похоже, что его тело так хорошо адаптировалось к управлению электричеством, что теперь не может жить без него. Клетки его тела начали разрушаться, когда в его нервной системе слишком понизился уровень энергии. Он покачал головой. Очевидно, он теперь способен свободно конвертировать электричество в заклинание. Ему просто нужно следить за тем, чтобы он не перерасходовал свою магию как тогда, когда ему пришлось подзарядиться, используя источник энергии, вместо того, чтобы дождаться, пока его тело восстановит магию естественным образом. Такова отрицательная сторона, но иметь возможность подзарядиться электричеством – довольно хорошая способность. Гидеон улыбнулся. Разве это не круто? Я теперь словно батарейка. Мне просто нужно следить, чтобы я не исчерпал себя полностью. Я словно рейдин. Нет, ты не такой, как персонаж игры Мортал Цамбат. По крайней мере, пока. Даже и не думай об этом. И почему у тебя вообще был такой низкий уровень энергии? Спросила я. Кто такой рейдин и что такое Мортал Цамбат? Пробормотал Эд. Гидеон стал выглядеть встревоженным. Я истощил себя намеренно, в целях тренировки. После моей мутации я хотел изучить все, что случилось с моим телом. Единственное, что я выяснил, это были те причудливые глаза. Я заметил, что они становились тем ярче, чем больше я отдыхал. Поэтому я пытался вернуть их в нормальное состояние, истощив свою магию как можно больше. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это была не самая лучшая идея. Мой взгляд метнулся к доктору. У вас случайно нет лекарства от глупости? Доктор покачал головой. Я не могу говорить людям, что им делать с их телами. Я здесь только для того, чтобы чинить их. В этот момент я получила сообщение, но прежде чем я смогла его прочитать, Гидеон уже проинформировал нас о его содержимом. Похоже, что наша разведывательная сеть нашла кое-что тревожное. Глава 39. Проблема быть сразу везде, значит оказаться нигде. Поверьте мне, это так. Бог пытался. Мысль мудреца Каус Бореалис. Кой Гидеон я откинулся в своем кресле-качалке и начал использовать его на всю катушку. У всех остальных в конференц-зале были неудобные стулья, которые вообще нельзя называть креслами. По крайней мере, мысленно. Ты уверен, что тебе уже хорошо? Прошептала Сайла слева от меня. Да, конечно. Они перезарядили меня дефибриллятором. Так что я снова в норме, насколько я могу судить. Хотя они, похоже, сожгли несколько волосков у меня на груди. Это все, что я могу сказать, как мужественный человек, проворчал я и постарался забыть пробуждение. Если ты уверен, что мирно спишь у себя в постели, а просыпаешься окруженной незнакомыми людьми. Скажем так, это не тот опыт, который я бы хотел повторить. Им пришлось перезапускать твое сердце? Шокированно спросила Сайла. Гидеон, ты что, смерти желал? Нет. И мне очень жаль. Эксперимент был моей глупой прихотью. Я больше никогда не буду так экспериментировать. Я обещаю. Вот, теперь ты довольна? Этот кашлялся, чтобы в комнате стало тихо. Помимо него в комнате было еще трое высокоуровневых чиновника. Один из них был дипломатом из команды контакта, Бертрам Тук. Другой был лидером лингвистов, Паула Шварц. Третьим новым человеком был Филипп Итули, психоаналитик. Собрание проводил старейшина огненный Максибелл Фаерсторм, который был подключен через защищенное соединение с Солнечной системой. Его аватар был спроецирован на одно из пустых кресел, и он просто опросил нас еще раз, чтобы убедиться, что все понимают происходящее. Час назад наши разведывательные платформы засекли флот из 67 кораблей, проходящих через звездную систему Таразит. Они пришли со стороны Шам и если продолжат свой курс, то они собираются куда-то в направлении Альбадаха, Шаулы или Анториса. Проблема в том, что там находятся населенные миры фарлорнов. Судя по тому, что мы уже успели узнать, скорее всего, этот флот принадлежит дроздильцам. Аватар Зибела скрестил руки на груди. Поэтому нам, старейшинам, необходимо решить, что делать. Фарлорны наш потенциальный будущий союзник, а у нас есть информация, которая им может пригодиться. Мы можем скрыть тот факт, что видели флот задолго до того, как он прибыл в космос фарлорнов, но мы думаем, что фарлорны хорошо отреагируют, если узнают, что мы могли предупредить их. А в чем проблема просто дать им эту информацию? Спросила Паула Шварц. Не вижу причин не сказать им, что возможный враг направляется в их сторону. Я поднял палец. Проблема в том, что сказав это, мы откроем несколько наших козырей. Во-первых, они наверняка узнают, что у нас есть способ связи быстрее скорости света. Скорее всего, они это уже поняли, высказал свое соображение Эд. Я продолжил. Да, но они явно не понимают, насколько он действительно мощный. Пока что они могут только предполагать о скорости и количестве информации, которую мы можем передавать. Во-вторых, их корабли не смогут доставить эту информацию своему народу вовремя. Они знают, что мы быстрее их и наверняка, попросят нас. Вопрос в том, хотим ли мы раскрывать им наш метод путешествия к звездам? Нам придется раскрыть нашу боевую платформу, чтобы добраться до фарлорнов вовремя. Вероятно, нам также придется принять участие в их битве. Наша боевая платформа – это электростанция с семью десятью топливными реакторами восьмой модели. Это сравнимо с колонией и астероидом. Она способна перенести весь наш флот на 30 световых лет за один прыжок. Изначально мы разработали ее как вооруженную верфь с некоторыми ремонтными функциями, но потом кто-то решил превратить это в Джаггернаут для помощи флоту. Мы тоже думали о чем-то вроде перевозчика флота, но запороли всю идею. Наши самые большие корабли едва могли поцарапать врага. Нет смысла создавать рой надоедливых москитов, если они не смогут нанести смертельный удар. Маленьким кораблям недостаточно уровня энергии, чтобы сразиться с врагом, а наши ракеты не успевают долететь до цели. Зибел медленно кивнул. Поэтому мы позвали вас, чтобы получить несколько окончательных мнений от команды контакта на месте и от командующего флотом. То, что вы скажете, может очень сильно повлиять на наше решение. Ах, да, точно. Я совсем забыл, что я самый опытный капитан корабля. И поэтому я стал тем, кто возьмет на себя ответственность, если случится что-нибудь непредвиденное. Старейшина переключился на Паулу. Синеволосый лингвист начала ерзать в своем кресле. Все, что я могу сказать, так это как мы мило болтаем. Первоначальные проблемы решены. Недопонимания уменьшены, так что фарларны не такие уж и чужие. Их можно счесть беспроблемными соседями. Филиппи Итули продолжил. С нашей точки зрения они вполне находятся на том уровне, когда мы можем их понимать. Их общество можно сравнить с человеческим обществом на земле, хотя должен предупредить, что не стоит их очеловечивать. Они от этого далеко. Заключение с ними сделок вполне вероятно. Следующим был жилистый Бертрамм. С дипломатической точки зрения, мы можем с ними договориться. Хотя есть некоторые вещи, о которых они избегают говорить. Но это все в пределах ожидаемого. Мы тоже не все им говорим. Но еще слишком рано говорить что-то конкретное про фарларнов. Но. Я бы не стал принимать решения, зависящие только от фарларнов. Мы должны помнить, что они просто представляют один вид из многих. Я не сомневаюсь, что мы можем позволить себе разозлить фарларнов. Но главный вопрос в том, можем ли мы себе позволить плохие отношения с другими расами. У Зинов, похоже, имеется множество ниточек, за которые они могут подергать. И один из них в команде контакта фарларнов. Зибел медленно кивнул. Я передам последнее соображение другим старейшинам. Мы должны учесть, что порвем связи с другими видами, если не предупредим фарларнов. Нам придется публично подчеркнуть тот факт, что фарларны не несут ответственности за происшествие на станции Айбрас. Аватар старейшины мигнул и исчез. Мы продолжили болтать до тех пор, пока спустя полчаса он не появился снова. Скажите им. Если драздельцы и правда так опасны, как они говорят, то будет лучше, если они будут пережевывать фарларнов как можно дольше. Если можете, то помогите им, только не подвергайте флот излишнему риску. Он снова исчез. Я поджал губы. Что ж, нам дали краткие инструкции, которые можно интерпретировать по-разному. Эд шлепнул себя по лицу. Идем в жилую зону. Чем быстрее мы с этим разберемся, тем лучше. Каус Бориалис, жилый астероид и Линклиа, смотри. Похоже, в этот раз нас навещают большие боссы, а я указал на приближающуюся группу инопланетян. Я отвернулась от инопланетянина, с которым только что разговаривала. Как ты можешь их различать? Я все еще завидую этой твоей способности. Единственные, кого я могу отличить, это техники, да и то только потому, что их всего двое. Ай радостно приблизился к новоприбывшим и поднял руку, чтобы поприветствовать техника мужчину. Живи долго и процветай. Я посмотрел первые 20 эпизодов Стартрек, как ты и предположил. Это было довольно интересно узнать об одной из фантазий вашей расы. Гедеон тоже поднял свою руку. Я смотрю, тебе понравились вулканцы, но, к сожалению, у нас нет времени на светскую болтовню. Мы обнаружили нечто неприятное и хотим услышать ваше мнение об этом. Он поднял руку, и миниатюрное солнце над нами потускнело. Затем огромная звездная карта появилась над нашими головами. Я узнала часть космоса, которая предположительно была между фарларными и магами. Карта также протянулась намного вглубь спирального рукава. Несколько часов назад мы обнаружили флот из 67 кораблей. Они направляются в ваши миры, проинформировал нас Гедеон. Мы думаем, что это дроздельцы, и они следуют в этом направлении. Еще один взмах рукой приблизил звезду в глубине галактического рукава, и я увидела карту звездной системы с облаком кораблей и пунктирной линией, обозначающей их путь. Один из наших военных советников шагнул вперед, глядя на голографическое изображение над нами, рядом с двойной звездой. Их достаточно, чтобы пробить нашу постоянную оборону. У нас уйдут дни на то, чтобы собрать достаточно кораблей, чтобы остановить их. Насколько эта информация устарела? Это происходит прямо сейчас, скучающим голосом ответил Гедеон. А я начал танцевать и кружиться на месте, заставив всех инопланетян отступить в сторону. Мгновенная связь через несколько дюжин световых лет. Это даже более интересно, чем манипуляция гравитацией. Как далеко вы можете достать? Техники ответили на это молчанием. Очевидно, что у них не было намерений делиться с нами своей технологией. Я уже заметила, что они избегают объяснять, как же работает их магия. Все, что мы получили, это абстрактные объяснения. Женщина-техник открытым текстом отказалась объяснять магию, настаивая на том, что понятия не имеет, как ее объяснить. Когда я попросил ее все равно попробовать, то она просто спросила в ответ. И как я должна объяснить чувство прикосновения к кому-то, кто ничего не чувствует? Военный советник прижал все свои руки к телу. Это приводит меня в ярость. Мы даже не можем доставить эту информацию обратно в Сенат. Нет времени на то, чтобы все изменить. Они яростно кинутся на наши миры. Как они могут яростно кинуться на вас со столь небольшим флотом? Спросил Гедеон. У них нет войск. Некоторым нужно 500 тысяч кораблей такого размера, чтобы подавить население целой планеты. А я прекратил свой странный танец из-за мир. Я покачала головой. Я думаю, что вы недооцениваете решительность драздельцев. Они бросят астероиды на планету и уничтожат большую часть населения и индустриальные центры. Как только население планеты будет непоправимо сокращено, они высадят маленькую группу колонистов и начнут размножаться. Их количество увеличивается взрывными темпами, и через несколько лет они смогут без проблем биться на Земле, и это будет длиться поколениями. Человек в маске покачал головой. Раз так, тогда мы доставим для вас эту информацию. Вам просто нужно сказать нам, что вы хотите передать своим властям. Наш военный советник покачал головой. Это не поможет. Единственный флот, который достаточно силен, чтобы остановить их, находится вне домашней системы. Нам нужно собрать корабли из нескольких миров, чтобы остановить их, хоть наши корабли гораздо мощнее, чем их. Гедеон повернулся к Сейле и сделал странный жест, указав на свою голову. Похоже, что они рассредоточили свои силы так широко, что не могут остановить вторжение. Женщина-техник толкнула его локтем. Я уставилась в землю. Нет необходимости спрашивать о значении этого жеста. Хуже всего то, что Гедеон прав. Мы совершили фатальную ошибку, даже зная о том, что грядет. Но кто же знал, что такой большой флот появится из ниоткуда? А я шагнул вперед и повернулся лицом к инопланетянам. Вы можете их остановить, глава 40. Небольшая поездка. Если задавать слишком много вопросов, то можно получить ответов больше, чем хотелось бы. Мысль мудреца Каус Бориалис. Жилый астероид Гедеон. Кто бы мог подумать, что эти странные инопланетяне будут просить нас вмешаться? А я, вроде, не из заботливых. Подозреваю, что он может выкинуть кого-нибудь в космос, если это даст ему искомые знания. Ну, и если это будет совпадать с его странным внутренним кодексом. Эд поднял руку, чтобы ответить вопросом. А зачем мы должны рисковать собой? Ага. Значит, вы что-то можете сделать. А я наклонился поближе. Вы должны помочь Фарларнам, потому что это морально правильный выбор. Смотря как посмотреть, вмешался наш дипломат, Бертрам. Первое и самое важное, на нас лежит ответственность перед нашим народом. Мы не можем изменить вселенную, и было бы глупо выполнять каждый запрос только потому, что нас попросили. А я изогнул свои странные, полкообразные руки. Очевидно, ему не понравилась наша точка зрения. Но Бертрам прав. Тот, кто играет в спасителя мира, может закончить как легенда. А у легенд есть нежелательное свойство умирать и, в итоге, забываться. Зин решил попробовать другой подход. А что если вы за это что-нибудь получите? Вроде наших энергетических генераторов. Вам же они нужны. Я прав? Может и так. Но неужели нам они нужны так срочно? Мы уже обдумали множество способов защиты солнечной системы. Я покачал головой. Нам это не срочно. Мы можем подождать. Рано или поздно, мы их получим. Или сами поймем, или выторгуем у кого-нибудь еще. Это лишь вопрос времени. Очевидно, что нам нужно лишь добраться до центра, и мы найдем множество торговых партнеров. А что насчет моей помощи? Я напишу выгодный для вашего вида отчет, и это сильно повлияет на общество цивилизованных рас. Это ускорит вашу репутацию, предложила я. Неужели у него так много авторитета? Спросил Эд. Неужели мы хотим оказаться в центре внимания? Спросил я. Может быть, из того, что я уже успел понять, Зин – агент контакта. Изначально он должен был изучать фарлорнов, но когда появились мы, он заставил их добавить его в команду контакта. Фарлорны ничего не могли возразить, потому что влияние Зинов распространяется за пределами законов фарлорнов. Они одни из самых старых и влиятельных известных рас. Было бы неплохо, если бы они замолвили на нас слово, если мы решим встретиться с этим, так называемым, обществом цивилизованных рас. Просто, за время переговоров мы уже и так много им дали. Я даже был против идеи обмениваться с ними образцами крови. Но как иначе понять, что быть с ними в одной комнате безопасно? Маловероятно, что какой-нибудь вменяемый человек подойдет к чему-нибудь и совершенно иной экосистемы, чтобы стать подопытным кроликом. Никогда не знаешь, вдруг их обычная простуда окажется для нас смертельной чумой, или наоборот. Я бы предложил ОСС гораздо более строгий регламент в этом вопросе. Если вы дадите нам эту технологию и замолвите слово перед сообществом, то мы расскажем об этой сделке нашим старейшинам, не нарушая наших обязанностей, предложил Бертрам. Вашим старейшинам это ваше правительство, а я покачал головой. Но это будет слишком долго. Наше правительство сформировано из людей, которые быстро принимают решения. Вам не нужно об этом волноваться. Они уже приняли решение по некоторым обстоятельствам. У нас достаточно места для маневра. Один из фарлорнов подошел, чтобы остановить Эя. Но мы не можем дать им эту технологию. Кто знает, что они смогут сделать с ней? Зин повернулся к тому, кто решил сорвать сделку. Вы не можете, а я могу. Это сделка между Зин и магами, а не между фарлорнами и магами. Я лишь ускоряю то, что случится в любом случае. Нуль генераторы общеизвестны среди цивилизованных рас. Сейчас расстроенный фарлорн не сдавался, но они даже не члены сообщества. А я порылся в своем поясном кошельке и достал из него голубой цилиндрический кристалл. Я не сомневаюсь, что их примут. Одни их технологии будут пропуском в общество. Их членство гарантировано, даже если они не поделятся их технологией, а просто предоставят черные ящики для связи быстрее скорости света. Зачем вы это делаете? И почему у вас с собой обучающие информационные кристаллы? Спросила Уайя Фарлорн, известная как Элин. Потому что я агент контакта. И я знаю, что у вашего народа есть проблема попросить о помощи, когда она нужна. И мне не нравится геноцид. И мне не нравятся драздельцы. А я передал кристаллу Бертраму, а тот передал его мне. Я взял его и осмотрел. Очевидно, что это устройство оптического хранения. На Земле существуют схожие технологии. Конечно же, это не сравнить с квантовым компьютером. Слишком медленно. Может Земля пойдет похожим путем, как эти инопланетяне? Может, они разработают нуль генераторы в будущем, если мы оставим их одних? Похоже, что наша магия привела к тому, что мы развиваем наши технологии в совершенно ином направлении, чем все остальные. Но разве это не значит, что у магов уникальное видение этой вселенной? Я сфокусировал тонкий луч света на кончике пальца, используя базовые заклинания света. Затем я прочитал информацию на голубом кристалле, дал задание холодной механической части моего разума скопировать информацию в безопасное место в квантовой сети. Мы же не хотим подхватить вирус? Да. Закончив, я передал кристалл обратно. Ай, спасибо. Зин просто уставился на меня, словно я какое-то диво. Ты что, просто скопировал всю информацию на кристалле в вашу сеть? Конечно, ответил я. Итак, вернемся к формулированию плана, по которому мы сможем остановить тот флот, где ваш, так называемый, домашний флот располагается. Мы транспортируем его, чтобы остановить дроззельцев. Эллен прислушалась. Вы сделаете что? Мы пойдем туда, где находится ваш флот. Затем мы возьмем ваши корабли и поместим их там, где вы можете перехватить дроззельцев. Предпочтительнее, где-нибудь в пустой системе, где они будут заправляться перед финальным путешествием в ваши миры, ответил я немного раздраженно. Не то чтобы я был действительно раздражен, но разжевывать план для медленно думающих, вроде фарлорнов, довольно утомительно. Фарлорн, который отвечал за военные вопросы, подтвердил свою глупость. Я не понимаю. Просто скажите нам, где ваш чертов флот находится, вздохнул я. А я единственный, кто смог выполнить просьбу. Это домашний флот, было бы разумно предположить, что он находится в домашнем мире. А это Анторис. Военный фарлорн подтвердил это. Я начал раздавать приказы по сети флота. Все наши корабли должны собраться как можно ближе, чтобы уменьшить размер необходимой для телепортации сферы. Так как кое корабль фарлорнов были пришвартованы к астероиду, то они просто собрались вокруг нас и скрытой боевой станции. Отлично. Примерно через день мы доберемся до Анториса. Там мы заберем ваш флот и отправимся на перехват драздельцев. Я думаю, что нам это удастся примерно через пару систем. По их маршруту я увеличил на звездной карте безымянную звезду. Есть вероятность, что они сменят курс, но пока что они следуют самым коротким маршрутам. В системе есть большой газовый гигант и кольцо астероидов. Это не только идеально место для них, чтобы дозаправиться перед атакой ваших миров, но и хороший шанс для нас, чтобы поставить ловушку. Я продолжил объяснять план, пока флот, наконец, не выполнил первое перемещение. Я собирался держать наши корабли подальше от боя насколько это возможно. Основной проблемой были наши щиты, у которых не было единого шанса против их лазеров, и я хотел избежать повреждений наших новых корпусов. Второй проблемой было то, что я не хотел показывать фарларнам наши новые оружия и тактику. Они все еще могут отказаться нашими врагами. Мы ведь не бездельничали весь последний месяц. Наши люди были очень заняты, продумывая пути победы над теми мощными кораблями только нашими силами. Во-первых, мы в процессе выкапывания шахт в каждом газовом гиганте вокруг солнечной системы для скрытых ракетниц ядерными боеголовками. У драздельцев может и великолепная защита от ракет, но вокруг полнолетающего мусора. Маленький спутник, в котором есть только скрывающие поле и двигатель, может прокрасться достаточно близко, чтобы перегрузить их защиту запуском дюжин ракет одновременно. Не то чтобы создание этих шахт было дорого дня нас, так как мы использовали НМЫ. В любой системе всегда достаточно материала для установки базового производственного узла. Единственной занозой в заднице для нас является предоставление достаточного количества энергии для работы НМОВ. Весь процесс проходит гораздо дольше, если НМЫ полагаются только на солнечную энергию, до тех пор, пока они не соберут свой собственный топливный завод. Один из этих маленьких жучков может и не потребляет много энергии, но когда их тысячи, то это уже серьезно. И так как топливный реактор довольно сложно создать, нам приходится либо тащить целый реактор на место, или корабль, который будет снабжать энергией, пока не построится и не запустится второй топливный реактор. В данный момент мы работаем именно в таком порядке. Это не идеально, если подумать о том, что корабль мог бы уже двигаться в следующую систему. Мы также вынуждены подумать о том, чтобы драться с врагом своими кораблями в том случае, если недостаточно будет просто помешать их кораблям дозаправиться. К сожалению, у нас пока не было идей о том, как надежно защититься. У магии есть досадное причудо, что она не может обойти конкретные физические законы. Если вы хотите заблокировать конкретное количество энергии, то вам нужно вложить такое же количество энергии в противовес. Да, есть возможность переиграть эти законы до определенной степени, вроде отклонения или рассеивания энергии, вместо полной блокировки. Но энергия лазерных лучшей наших врагов в несколько раз сильнее исходящей энергии наших кораблей. Это все равно, что пытаться заблокировать дубинку на полном взмахе ножом. Так что оборона пока не обсуждается. Хотя у нас есть технология расщепителя. Но она была запрещена старейшинами по причине слишком большого потенциала, чем просто оружие. Хотя, перед лицом новой угрозы было разрешено установить их на корабли ОСС. Маленький ручной расщепитель, который попался мне в руки давным-давно, был недоразвитым способом использования технологии расщепителя. Заклинание, которое используется в этом оружии, вызывает расщепление и ослабление или полностью инвертирует атомные связи. Это заклинание манипуляции энергией, поэтому относится к ветке магии огня. Результатом использования его являются разъединенные атомы. Заклинание обычно воздействует на ограниченное пространство, но тот пистолет убийцы сфокусирован на увеличении мощности в тонком луче. Мы не стали фантазировать с нашей военной установкой и создали излучатель, который проектирует расщепляющие поле в трех световых секундах от наших кораблей. Проблема не в энергии, а в фокусировке. Поэтому, чтобы использовать расщепитель, нам все еще нужно находиться ужасно близко к врагу. Еще одним проблематичным пунктом было то, что мы не были уверены до конца, что это сработает, или их щиты смогут защитить их. Щиты дроздильцев и фарлорнов создают ужасно мощные магнитные поля, которые защищают корабль наподобие того, как магнитное поле планеты защищает ее от солнечного ветра. Так как расщепляющее поле является частью изменения пространства времени, то оно не должно подвергаться влиянию магнитного поля. Оно принадлежит к той же категории, что и гравитационная магия, так как меняет законы физики. Мы также придумали использовать телепортацию как оружие, но пока заморозили этот проект. Телепортация – это обоюдоострый меч, которым трудно целиться. Даже если нам и удастся телепортировать часть вражеского корабля, эта часть все равно появится рядом с нашим кораблем. Математика телепортации не позволяет телепортировать в слишком отдаленные места. Расход энергии вырастает в геометрической прогрессии. Может, мы и сможем превратить телепортацию в оружие позже, но сейчас это также опасно для нас, как и для врага. Что касается меня, то я не хочу ничего потенциально взрывающегося рядом с моим кораблем. Мои мысли вернулись к группе, когда я осознал, что инопланетяне вокруг нас очень взволнованы чем-то. Некоторые из них прилипли к стеклянным стенам в нескольких дюжинах метрах от нас, словно запертые в клетке котята, и разглядывали звезды. Другие яростно болтали со своими коммуникаторами, а я, очевидно, пытался соблазнить мою девушку. Но это невозможно. Мы просто перескочили через несколько дюжин световых лет. Зин допрашивал Сайлу. Мы уже объяснили вам, что можем перемещаться быстрее вас, ответила Сайла, пытаясь не подходить слишком близко к инопланетянину. Мы знаем способ перемещения себя мгновенно из одной точки космоса в другую. Это абсолютно безопасно, вам ни о чем беспокоиться. Я проигнорировал их и подошел ближе к Иду. Затем я тронул его за руку. Были признаки того, что они увидели платформу. Похоже, что нет. Ответил это и я кивнул, отпустив его руку. Если мы будем невероятно удачливы, то мы сможем скрыть от них боевую платформу. Глава 41. Размышления у каждого мага есть определенная предрасположенность к заклинаниям. Чем больше предрасположенность, тем создавать заклинание легче и менее изматывающе. Легче всего представить каждую магическую ветвь как часть одного огромного древа заклинаний. Маг может использовать любое заклинание на этом дереве, если выучит его, но это не значит, что он станет настолько же искусным, как тот, кто родился с предрасположенностью. Если вы родились с большой предрасположенностью к магии огня, то сможете использовать большинство заклинаний этой ветви без ограничений. Если ваш талант еще больше, то вы можете даже получить доступ к соседним веткам, таким как магия ветра или магия льда. Техномагия относится к гибридной предрасположенности, так как она находится между электро-мысленной и космической магиями. Расположение между таким большим количеством чистых предрасположенностей – это еще и причина, почему техномагу нужно получить много опыта, чтобы полностью использовать свой потенциал. О магических предрасположенностях Анторис, Кой Гедеон, вы хоть понимаете, что разбираться с этими инопланетянами очень утомительно. Я откинулся в своем кресле-качалке и насладился его удобством. За последние несколько часов я заставил его изрядно поработать. Дипломаты, лингвисты и прочие люди схожих специальностей старались изо всех сил успокоить возбужденные умы инопланетян. Они нелегко восприняли то, что чужой флот влетел прямо в сердце их территории. Это все из-за их технологии. Их способ путешествия между звездами полагается на действительное перемещение пространства между ними. Сверхскоростные маршруты необходимо очищать от пыли и обломков, и регулярно проверять через определенные интервалы, чтобы убедиться в том, что для кораблей нет никаких препятствий. Их сверхскоростные двигатели позволяют им пробиваться через определенное количество массы, превратившись в чистую энергию, но если этой массы на пути корабля будет слишком много, то корабль вернется в нормальный космос прямо внутри ядерного взрыва. Это официально самый быстрый способ умереть из всех, что я знаю. Хотя я счастлив, что их невозможно использовать, чтобы таким образом уничтожать планеты. Правила физики нельзя применять в этом случае, потому что сверхскоростной двигатель так не работает. Корабль внутри варп-пузыря на самом деле не движется быстрее света, он просто проскальзывает сквозь реальную вселенную, уничтожая всю материю по пути. Как много материи можно уничтожить, зависит от источника энергии корабля. Как только реакторы корабля достигают лимита, пузырь лопается и корабль возвращается в нормальный космос с тем же самым ускорением, что у него был до использования сверхсветового двигателя. Легко и просто. Вот почему им нужно очищать свои сверхсветовые маршруты для кораблей. Чем дольше ты летишь через неизведанный космос, тем больше риск встретить ранний конец. Вот почему наш способ путешествия так их разволновал. Мы можем проходить сквозь их линию обороны и атаковать слабо защищенные миры. Не то чтобы совет старейшин решил бы совершить такое, но фарларны не могли знать этого наверняка. Я снова обратился к Эду. Они уже, наконец, решили дать разрешение Кою? Эд пожал плечами. Похоже, что команда контакта наконец-то объяснила им, почему мы ворвались в их домашний мир. Мы все еще можем просто взять то, что нужно и уйти. У них нет ничего, что нам нужно. Раз уж у нас теперь есть их секрет производства энергии, предложил я. Наверняка мы этого не знаем и это определенно будет плохо выглядеть в глазах общества. Эд начал теребить пальцами. У него появилась эта привычка, когда он разговаривал со мной. Вероятно, у него было что-то на уме.